Добрый день участники нашей встречи, все кто интересуется дыханием и здоровьем, начинаем нашу работу. Проверка связи, технический момент, полминутки я общие вопросы сейчас поговорю, если проблемы со связью напишите, чтобы мы их устранили. Тема дыхания, в принципе, она очень важна для каждого из нас, но поскольку медицина интересуется в основном болезнями, то вопросы здоровительного дыхания, они как-то на периферии находятся. Ну, сейчас в этот период, когда пошел действительно сплошной волной грипп, который приносит тяжелейшие пневмонии и, соответственно, уже не одна смерть, тема о том, как защитить свое дыхание, как его поддержать во время болезни, как восстановиться, оно будет актуально, в принципе, для многих. Поэтому те знания, которые вы сейчас со мной посмотрим, разберем, они актуальны и на текущий момент, и на будущее. Тем более, вам будет выдано домашнее задание на неделю, вы определенную работу со своим дыханием проведете, пришлете короткий отчетчик по установленной форме, получите задание на вторую неделю, тоже отчитаетесь, и дальше уже будем определяться в плане взаимодействия по вопросам оздоровления нашего многострадального народа через дыхание и вашей практической деятельности, тем более, что есть возможность, как вы знаете, оформить вам определенного рода документ, позволяющий работать в этом направлении, и поскольку все-таки тема имеет некоторое, скажем так, уже представительство в интернете у нас на сайте по дыхательному тренажеру Фролова есть раздел «Клубы дыхания», с вашего согласия можно будет ваши данные там разместить, чтобы пациенты уже находили вас не через меня, а просто вышли на сайт, поинтересовались дыханием и нашли специалистов в Тюмени, в Москве, где-то еще, к которому можно обратиться. Естественно, все сложные случаи, все, что вам можно и нужно подсказать. Исходя из нашего опыта, это будет своевременно и в полном объеме выполнено. Итак, общее название регуляции дыхания – действенный метод в практике консультанта по вопросам здорового образа жизни. Ну, поскольку качество жизни зависит от качества здоровья, а жизнь и здоровье начинаются с дыхания, вопрос дыхания является краеугольным, и я не случайно отдал название темы «регуляция дыхания», потому что чаще всего мы с вами слышим такое выражение «дыхательная гимнастика», и исходя из вот этого уже устоявшегося оборота формулировки, люди представляют, что это какое-то дрыгание руками и ногами и активное сопение. Ну, такой поверхностный взгляд. Если все-таки мы коснемся основ понимания дыхания и энергообмена и физиологии жизнедеятельности человека в восточной медицине, там действительно вопросы построены на регуляции дыхания с целью улучшения не просто вентиляции легких, а с целью улучшения энергообмена в организме, циркуляции энергии, метаболизма и прочее, прочее. И это разумно, потому что действительно регуляция дыхания как один из способов, один из разделов саморегуляции человека, системы индивидуального здоровья. Вот мы будем говорить о регуляции дыхания, ну и некоторые уже общеизвестные формы в этом плане рассмотрим. Самое основное, я кратко в содержании обозначил, это мы общие вопросы дыхания разберем. Это просто связано с дыхательной гимнастикой регуляции дыхания и неизбежно, тема, которая очень важна, но не востребована в нашей практической медицине, это ароматы здоровья. Она имеет непосредственно отношение к регуляции дыхания и к управлению своим здоровьем. Дыхательная система традиционно воспринимается как система, которая начинается у нас сами в полости носа, охватывает дыхательные пути легкие и завершается внешнее дыхание газообменом в легочных пузырьках, где, как мы все помним со школы, идет обмен воздуха, который находится в альвеолах и газов, которые находятся в кровеносных сосудах, омывающих легочные альвеолы. Это газообмен на уровне внешнего дыхания. Но поскольку все начинается с носа, посмотрим сначала на этот важный, но такой малозаметный порой орган. Нос, он действительно имеет специфическое строение, связан с предаточными пазухами, все это находится в полости черепа, поэтому любые проблемы, возникающие в полости носа, носоглубки, они в разной степени, но сказываются и на психоэмоциональном состоянии человека. Если разбирать о строении носа и его физиологии, то я согласен с мнением одного из ведущих наших авторитетов в отреналогеологии профессора Пескунова, который сказал, что по своему анатомическому строению нос может идти к наиболее сложно устроенным органам. Это связано с тем, что здесь у нас имеются определенные носовые ходы и обратите внимание, что они у нас идут с изгибом, у нас не сквозной вентиляции, воздух поднимается вверх и потом опускается вниз. Нос оказывает присасывающее действие, что очень важно для полноценной вентиляции. Здесь у нас носовые раковины, которые обеспечивают обильный кровоток слизистой носа и сейчас даже зимой в мороз 35-40 градусов и ходишь не простываешь, потому что нос здесь у нас согревается и увлажняется. То есть нос это как вестибюль в театре, все начинается с вешалки, так и здесь. От качества носового дыхания, от состояния вашего носа зависит ваше дыхание и ваше здоровье. И сейчас вы слышите много рекомендаций в отношении этого страшного гриппа, который проморгали наши медики. Если говорить откровенно, то я буквально сегодня и вчера слушал опять по радио разные рекомендации. Говорится о том, что меньше бывайте на улице, мойте руки, о том, что нужно регулярно промывать полость носа для профилактики при лечении гриппа как-то, ну один из десяти говорят и то так случайно. Нос может быть входными воротами инфекции либо эффективным способом защиты органов дыхания и важным фактором нормальной вентиляции, соответственно газообмена. Функции носа самые разнообразные, это и защитные, и кондиционирующие, выделительные, и косметические и так далее. Для нас наиболее важна сейчас эта дыхательная функция, потому что она обеспечит полноценное насыщение крови кислородом в связи с оптимальной вентиляцией. Если человек начинает дышать через рот, то снижается поступление кислорода в кровь. Поэтому у русского народа есть правильное выражение, известно многим из детства. Закрой поддувало. Дыхание через рот это ситуация, скажем так, аварийного дыхания, не оптимального дыхания. И вот еще очень важный момент, кроме обонятельной функции, которую мы разберем в связи с ароматами, нервно-рефлекторная функция. У нас слизистой оболочки полости носа достаточно много биологически активных точек. Возможно, вот вам Сергей Викторович Костенцев об этом где-то в вебинарах говорил. Поэтому есть прямая связь слизистой оболочки полости носа и этих точек, этих зон и с сердечно-сосудистой, и с дыхательной, и с гормональной, и с нервной системой. И есть рефлексы, которые связаны с тем, что через слизистую носа оказывать можно воздействие на эти органы и системы, и наоборот. Нарушение различных органов систем может давать определенные изменения в состоянии носового дыхания и слизистой носа в том числе. После носа мы с вами спускаемся ниже, и есть такое понятие дыхательные пути, респираторный тракт. Вот здесь уже мы с вами коснемся одного, скажем, мифа о дыхании. Массовое заблаждение, которое вы слышали и услышите еще не одно десятилетие, дышите глубже, будет больше кислорода. Это непонимание того, что у нас с вами внутри находится. Вот дыхательные пути, нулевой уровень. И 23 раза делится дыхательный тракт до альвеол. Представьте себе трубочку, которая делится 23 раза. Во-первых, идет очень большое увеличение общего сопротивления. И за один вдох-выдох полностью заменить весь воздух в альвеолах фактически невозможно. Непосредственно вот от нулевого до семнадцатого уровня, вот здесь, идет просто движение воздушной массы, кислорода, углекислого газа, водяных паров, азота, но вот здесь газообмена как такового нет. Здесь идет механическое перемещение воздушных масс и смешивание вдыхаемого воздуха и того, который находится у нас в гонках. А вот внешнее дыхание как газообмен, вот в этой зоне 17-23 альвеолы, альвеолярные мешочки. Альвеолы, ну скажем так, как пузырек, представляете, шарик воздушный. И вообще оно похоже на виноградную груз. Вот именно здесь идет само по себе настоящее дыхание. Вот здесь идет газообмен. Поэтому, если вы будете дышать как паровоз интенсивно, вы будете гонять воздух избыточно по вот этому пространству, где нет обмена газов, оно называется поэтому мертвое пространство, анатомическое мертвое пространство. Потому что воздух циркулирует, а газообмена нет. Вы будете выполнять лишнюю физическую работу, не улучшая вентиляцию. Вот поэтому все разумные системы регуляции дыхания давно уже ориентированы на то, чтобы у человека дыхание было экономным, спокойным и, ну можно сказать, редким. И 2, и 4, и 6 дыханий в минуту – это нормально для здорового человека. Но это в медицине практически не обозначено. И в конечном итоге, когда вот у нас на вдохе воздух дошел до альвеол, вот здесь и начинается транспорт газов, обмен газов. Вот здесь специально цифры видите. Общая поверхность альвеол, если их развернуть в среднем 80 квадратных метров, я называю это у нас парашют внутри дыхательной, внутри грудной клетки. Диаметр их мельчайшее количество, огромнейшее, порядка 300 миллионов. Но вот этот мертвый объем в трахеи бронхогенет газообмена, он составляет в среднем 150 миллилитров, а общий дыхательный объем 450-500. И как написано для студентов-медиков, что полностью обновить весь альвеолярный воздух, то, что внутри альвеол в зоне газообмена, удается в среднем за 7 дыханий. За 1-2-3 активных вдоха-выдоха вы полностью весь воздух там не обновляете. Здесь мы видим легочную ткань на разрезе, это вот альвеола, окруженная сосудами. А здесь картинка того, что бывает, когда легкие плохие. Вот если кому-то не повезет и будет внимания, вот идет отек легких. Вот красная это все застойная кровь. Мертвые клетки. Если человек прокурился и нарушена проходимость зашарных путей, возникает эмфизема, когда вот легкие перераздуты. Получается, что воздуха в легких вроде бы много, а газообмен не оптимальный. Ну и могут быть даже дистрофические процессы, когда, в общем-то, истончается легочная ткань и нарушается состояние кровотока через легкие. Нас интересует пока нормальный газообмен, нормальная вентиляция. Нормальный газообмен при нормальной вентиляции происходит вот здесь, на границе альвеолы. Вот они, пузырочки кругленькие. И капилляры, которые их опутывают. Вот красные капилляры и синие. Красные, это кровь, который несет кислород. Синие, это капилляры, где кислорода мало, больше углекислого газа. Вот этот маленький блин, ватрушка, это эритроцит. Красная кровяная клетка, которая несет кислород. Вот он здесь. Вот он такой двояга вогнутый. Он очень интересный. А когда он идет по капилляру, он уплощается, сжимается. Но при этом открываются поры на мембранах и кислород переходит в клетку. Если капилляры закрыты, эритроцит может ввести очень много кислорода, но в клетку кислород не попадет. Поэтому, опять же, когда говорят, дышите больше, будет больше кислорода, я задаю два вопроса. Во-первых, зачем больше? Во-вторых, где будет больше? Нам кислород нужен не в легких, а в клетках. Для этого важен баланс по углекислому газу и хорошая работа капилляра. Но очень важный момент, который отдельно мы с вами обозначили, и к этому мы коснемся еще в теме ароматерапии сурфактант. Такое сложненькое вроде бы слово, но его полезно знать тем, кто занимается дыханием, потому что именно от сурфактанта, вот оно вот тут написано, зависит качество работы наших вот этих воздушных пузырьков. Мы знаем, что если даже у человека бывает ранение легкого, то легкие не слипаются намертво. Легкие после ранения можно расправить. Почему? Потому что сурфактант это вот такая, ну если говорить простыми словами, жировая пленочка, она покрывает альвеолы вот здесь внутри, она препятствует слипанию. Это одно важнейшее свойство, что альвеолы не сжимаются. И второе, что очень важно в плане биохимии и физиологии дыхания, что вот благодаря наличию вот этого сурфактанта, фосфолипида, растворимость кислорода в фосфолипидах больше, чем в воде. Поэтому сурфактант выполняет функцию, скажем так, улучшения диффузии, то есть продвижения кислорода из альвеол в капилляры. Эта граница называется аэрогематический барьер, то есть аэро это воздух, гемор, это кровь. И граница или соединение альвеолы и капилляры, вот это и есть аэрогематический барьер. И движение кислорода через него в капилляры и керитроциты как раз благодаря наличию сурфактанта значительно облегчается. Поэтому если рождаются маленькие дети новорожденные с дефицитом сурфактанта, это очень большая проблема для их вынашивания, потому что незрелая сурфактантная система гарантирует плохую вентиляцию и смерть от легочной патологии. Здесь в крупном таком формате наша с вами альвеола полость. Это вот пленочка сурфактанта, которая ее покрывает, защищает, кроидически себя отравит, уничтожая сурфактанту. Это капилляр, по которому строится кровушка, принося углекислый газ из тканей и забирая кислород. И дальше она идет уже по капиллярам. Вот наш с вами эритроцит. Видите, он уже не круглый, как на предыдущем рисунке, а вытянутый. И здесь еще один момент нужно отметить в плане вентиляции и необходимости правильной регуляции дыхания. Вот это заблуждение, что дышите больше, будет больше кислорода, оно опять же от непонимания, от нежелания понимать то, что у нас в легких. А в легких бывает картина своеобразная. У нас, как мы уже сами выяснили, есть альвеолы и есть капилляры, которые эти альвеолы опутывают. И может быть ситуация, когда вентиляция, то есть поступление воздуха в альвеолы и кровоток вокруг альвеол по капиллярам в нормальном соотношении. Значит, соотношение вентиляции и перфузии кровотока хорошее. То, что нужно в идеале. И есть ситуация, когда альвеола вроде бы вентилируется, но капилляры закрыты, нет кровотока. И второй вариант, когда капилляры вроде бы работают, но альвеола закрыта. Функциональный физиологический резерв. И в принципе у здорового человека в условиях покоя в среднем порядка 30% дыхательного объема, легких 30% альвеол, они не вентилируются, закрыты. Если нам нужно хорошо включить ресурс дыхания, то надо понять, что нам нужно улучшить и циркуляцию крови по капиллярам, и расправить альвеолы, которые закрыты в качестве резерва. И вот расправить альвеолы в качестве резерва можно, используя сопротивление дыханию. О том, как это можно делать, мы и поговорим. А улучшить циркуляцию крови по капиллярам легких можно, используя правильное диафрагмальное дыхание. Это у нас с вами будет фундамент всех подходов и методик. Собственно, вот такая общая картина, которая вам пригодится как визуальный конспект этой темы. Дыхание начинается здесь, внешнее дыхание закончилось в альвеолах, здесь начинается газообмен, перенос крови и дальше кровь уже понесет кислород к нашим тканям. И вот этот кровоток в легких это тот отдел кровообращения, который называется малый круг кровообращения. И смотрите, мы говорили о том, что площадь альвеол может составлять в среднем 80 квадратных метров, и площадь легочных капилляров примерно в этих же пределах 80-120. То есть в принципе природой заложено, что если будет необходимость максимально вентилировать легкие, то для полноценного кровоснабжения есть, соответственно, такой же примерно объем площади легочных капилляров. Максимальная вентиляция и площадь легочных капилляров, и площадь альвеола близки один к одному. Это называется вентиляционный перфузионный коэффициент. Медики среди нас есть, я видел, они об этом знают. Но в принципе идеальное соотношение считается, что отношение вентиляции кровотока примерно 0,8. Это исходя из соотношения обновления 4 литров воздуха и 5 литров крови за одну минуту в легких. Но что очень важно, а именно техника дыхания, механика дыхания, что во время вдоха кровоснабжение легких увеличивается. И внутригрудное давление во время фазы вдоха отсутствует венозному возврату крови к сердцу. То есть, если мы с вами делаем вдох, мы не только улучшаем кровоснабжение в легких, в малом круге, но и улучшаем подачу венозной крови к сердцу. Поэтому дыхание это процесс, механически вроде бы связанный с вентиляцией легких, но на самом деле это процесс напрямую абсолютно связанный и с циркуляцией крови. Идет определенный, естественно, перепад по содержанию газов, поскольку кислород мы используем, углекислый газ как один из метаболитов продуктов обмена веществ на каплице в крови выделяется, и идет определенное изменение в концентрации в содержании. Если мы посмотрим, то мы с вами вдыхаем, ну, в среднем пишут 21%. Воздух, который из нас выходит, выдыхаем 16%. А в альвеолах, вот в тех маленьких пузырьках, где идет газообмен, 14%. То есть получается, что, в принципе, в атмосфере кислорода у нас с запасом. На 30% перепад получается. А углекислый газ то, что у нас вырабатывается в процессе окисления в клетках, ну, 5,5-6 где-то вот такие. Ну, в среднем около 6-6,5, чаще всего 6%. И по мере выделения из тканей в атмосферу всего 0,03%. Получается, что у нас внутри альвеол содержание углекислого газа в 200 раз больше, чем в атмосфере. Но если человек открывает рот и дышит через это поддувало, он усиливает потери углекислого газа. Если дышит больше нормы, в соответствии с физической активностью, то тоже самое, потери углекислого газа. Вот на что обратил внимание Констант Павлович Бутейко, что если человек не владеет своим дыханием, рано или поздно нарушается нормальное содержание углекислого газа. О том, каким последствиями это ведет, мы с вами поговорим, касаясь непосредственно этого углекислого газа. Итак, по мере движения внутрь организма у нас с вами кислорода немножко меньше, а углекислого газа больше. Они как две чаши весов. И основой основ нормального дыхания является диафрагма. К сожалению, сколько я не смотрю на население. Ну, может быть, процентов 10 более-менее так полноценно понимают и регулируют диафрагмальное дыхание, а остальные дышат как попало. Я уже не говорю про тех, кто курит, про тех, кто набивает желудок, потом страдает от ожирения. Все это крайне негативно сказывается на диафрагмальном дыхании. Значение диафрагмы, оно такое очень разнообразное. Во-первых, это, конечно, механический фактор, который отделяет грудную полость от брюшной полости, но при этом это фактор такой механический, подвижный, поскольку все-таки диафрагма это мускул. Но обратите внимание, что обычно практически все мускулы они имеют две точки соприкосновения, потому что каждый мускул имеет сухожилие. Диафрагма тоже имеет сухожилие, но она имеет специфические сухожилия. Одно по периметру, а другое в центре. То, что в центре, называется сухожильный центр. Экскурсия диафрагмы, мы знаем, на вдохе она опускается, на выдохе она расслабленно поднимается, и вслед за движением диафрагмы меняется объем легких. Почему? Потому что легкие имеют плевру, два листочка, между которыми отрицательное давление, и диафрагма, как поршень насоса, растягивает легкие, либо они потом сжимаются. Но диафрагма это мускул вдоха. Запомните. Поэтому во время выдоха диафрагма расслаблена. И когда читаете где-то ошибочные такие скороспелые рекомендации, будем выдыхать с помощью диафрагмы, это ерунда. Негромадно. Посмотрим на диафрагму другой плоскости. Вид снизу вверх. Это нижняя часть, а там уже над диафрагмой сердца. Мы видим, что мышечная часть, вот она какая, мощная. Обратите внимание, что мышечная часть диафрагмы имеет сухожилия, которые крепятся по трем разным точкам. Есть крепление к пояснице. Поэтому правильное диафрагмальное дыхание хорошо помогает отрегулировать и осанку, и позвоночник. И наоборот, нарушение дыхания, неправильная осанка страдает диафрагмой и осанка. Крепится к реберной части. Поэтому при активном движении диафрагмы возможно расширение нижних отделов грудной клетки. И сухожирный центр, который имеет специфику. Потому что в нем имеются специальные отверстия. И диафрагма, поскольку это не просто мускул, но это еще и граница перегородка между грудной полостью и душной полостью, она имеет определенную специфику. Потому что все-таки то, что у нас внизу и то, что у нас вверху грудная клетка и брюшная полость, имеют некоторые анатомические связи. Потому что пищевод начинается в грудной клетке, а входит, как вы знаете, брюшную полость к желудку. Вот его отверстие. И есть такое заболевание гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, ГЕРБ, как ее называют хитро. И там очень много самых разных способов ее лечения, вплоть до того, что человеку нужно поднимать головной конец кровати, это когда идет заброс из желудка в пищевод. Так вот, в принципе, если очень хорошо регулярно заниматься диафрагмальным дыханием, то даже при такой, как бы не дыхательной патологии, можно получить определенное улучшение. Я по этому поводу в архея где-то у меня лежит американская статья. Итак, отверстие для пищевода, раз, полая вена, это та вена, нижняя полая вена, которая собирает всю венозную кровь из нижних, конечно, из брюшной полости, из печени и подает ее к сердцу. Вот она. И диафрагма влияет на ее состояние, на циркуляцию венозной крови. И очень важный момент, все-таки от сердца, как вы знаете, у нас идет аорта, она делает дугу, потом уходит вниз, потом уже от аорты грудной она переходит в брюшную. И проходя именно через диафрагму, там, где она проходит, уже начинается брюшной отдел аорты. Так вот, здесь отверстие специально для аорты. Ну, вы представляете, что вена, она все-таки мягкий сосуд, тонкие стеночки. Ну, на руках все видели у себя. Аорта, представляете, что это крупный сосуд с выраженной мышечной оболочкой и крупный по диаметру. Так вот, природой так мудро установлено, что там, где у нас с вами аортальное отверстие в диафрагме, имеется специальная сухожильная полоска, как манжетка. И поэтому, если мы дышим активно, диафрагмой надувая живот и подбирая живот, на состояние аортального кровотока, на состояние диаметра аорты, это практически никак не влияет. То есть, диафрагмальное дыхание не ухудшает циркуляцию крови, которая идет через аорту. А на венозный кровоток влияет очень хорошо. И здесь в этой, это не совсем классическая медицинская тема, но вот здесь надо отметить, что вот видите, еще написано, что лимфатический проток. Вот здесь рядышком с аортой идет лимфатический проток. Это сосуд, который собирает всю лимфу. А лимфа, вы знаете, это очень специфическая жидкость, а сама по себе система лимфатическая, она в чем-то схожа с системой канализации в помещении, то есть очищение тканей благодаря качественной работе лимфатической системы всегда на высоком уровне. И именно поэтому диафрагмальное дыхание всегда полезно для приведения в порядок организма даже на фоне лишнего веса. Ну, вы, возможно, слышали такую методику BodyFlex, есть еще Oxysas, еще ряд других. Они все построены на хорошем, активном диафрагмальном дыхании. И один из эффектов диафрагмального дыхания для нормализации веса как раз состоит в улучшении циркуляции лимфы. Об этом есть определенные ссылки в различных книжках. Потом диафрагма — это фундамент дыхания и один из сополагающих моментов для хорошего здоровья в любом возрасте. И люди, которые находятся как раз в гиподинамии, проблема-то в том, что при гиподинамии не просто плохо работает скелетная мускулатура, но и плохо работает диафрагма. Отсюда все остальные проблемы уже как снежный ком накапливаются. В общем, функции диафрагмы, говоря простыми словами, с учетом медицинских знаний, можно разделить на статическую, то что она находится поперек тела, разделяя грудно-брюшную полость, динамическую, потому что она двигается и динамическая функция связана с улучшением дыхания, с улучшением вентиляции легких, с улучшением работы сердца кардиоваскулярная функция. И даже если у человека был инфаркт, есть эритмия, диафрагмальное дыхание значительно улучшает процесс восстановления. И моторно-пищеварительное. Масса проблем, связанных с функцией кишечника, желудка, печени, желудочного пузыря, значительно облегчается и уходит, если нормально, включайте диафрагмальное дыхание. Ну и масса таких бытовых, скажем, моментов чихания, натуживания, рододификация, мочи, испускания, все они связаны с дыханием и с функцией диафрагмы. Что нужно обратить внимание, что во время глубокого дыхания купол диафрагмы может смещаться до 10 сантиметров. Кстати, вот вам будет маленькое домашнее задание, потом посмотрите, как определить, насколько смещается у вас купол диафрагмы. Ну, если у вас нет лишнего жира на брюшной стенке, то вот насколько у вас живот уходит вперед-назад, это соответствует тому, насколько активно у вас смещается диафрагма. Но если 3-4 сантиметра, то это уже неплохо. А 6-8 еще лучше. И обратите внимание на показатели вентиляции. Если у вас диафрагма ушла на 1 сантиметр, увеличение объема дыхательного 350 миллилитров. Поэтому если диафрагма у вас уйдет на 10 сантиметров, это 3,5 литра вы легкие набираете. Но можно посмотреть активность диафрагмы в положении сидя, в кресле на диване развернувшись, и в положении лежа на спине, лежа на боку. У каждого по-своему. Это в частности связано с типом телосложения. Естественно, проверять активность диафрагмы надо на пустой желудок часа 2 после еды, или утром на тыщак. Вот уже основы физиологии дыхания и диафрагмы в плане механических моментов. При нормальном дыхании выдох проходит без мышечного усилия. Вот мы сейчас на полминутки прервемся. Вы глаза закройте и посмотрите, где у вас идет вдох. И как идет спокойно выдох. На вдохе нам все-таки нужно мышечное усилие диафрагмы получить. Легкие растянулись, но легкие у нас похожи на резиновый шарик, они эластичны, если они здоровы. И растянутая легочная эластичная ткань на выдохе она сама сокращается. Поэтому избыточно выдыхать без необходимости в покое не обязательно. И особенность физиологии в том, здесь отмечено, что соотношение вдоха и выдоха такое, что выдох всегда длиннее. В норме, когда человек живет естественной жизнью и не болеет и не курит, то у него на вдохе, как предусмотрено от природы бронхи, расширяются, а на выдохе их диаметр немножко уменьшается, они сужаются. Поэтому вдох в норме всегда чуть короче, чем выдох. Ну, примерно, может быть так, один к полутора, один к двум. Это совершенно, когда мы не вмешиваемся в дыхание. И кроме того, что диафрагма выполняет функцию венозного сердца, об этом мы с вами говорили, есть интересный феномен. Это вот подтверждение того, что дыхание и кровообращение связаны очень плотно. Это феномен дыхательной аритмии сердца. И есть такой у нас российский ученый Сметанкин в Петербурге. У них есть методики биологической обратной связи по регуляции дыхания. Вот они там этот феномен тщательно изучают. И я отмечаю, что чем лучше тренированное дыхание и лучше здоровье, тем лучше показатели дыхательной аритмии сердца. И вот обращаю ваше внимание, если будете записывать кардиограмму, почему вы просто задержать дыхание на вдохе? Что в этом время отмечается определенное изменение в работе сердца на задержке дыхания. Если вы дышите спокойно 6-10 минут и так далее, это нарешит процессы торможения и возбуждения. Но спокойно, редко можно дышать только адиофрагмальным дыханием. Сколько они наблюдают спортсменов? У многих спортсменов активное грудное дыхание не меньше 12, в среднем 14, 16, 18. Редко дыхание может быть только у тех, кто дайбингом занимается, встречаешь водолазов. А вот интересный ученый, один из физиологов Ротчестер, западный физиолог, он в одной из цитей в эпиграфе так и написал «Диафрагма – это самая благородная мышца после сердца». Человек влюблен в свою науку, ну и в диафрагму в том числе. В общем-то он правильно говорит. Что происходит? Если мы сами делаем вдох, диафрагма пошла вниз, легкие растягиваются, в авиолах давление снижается, идет не только поступление воздуха, бронхи, но и происходит приток крови к сердцу. Если мы делаем выдох, то во время выдоха все-таки давление в полости легких повышается, при этом воздух выходит, часть воздуха естественно не весь, но при этом же идет и поступление крови в систему легочной артерии. Поэтому вдох-выдох, вдох-выдох – это и циркуляция воздуха в легкие обратно, и циркуляция крови к сердцу и от сердца. Плюс еще массаж брюшной полости. Я всегда говорю, что у вас есть всегда бесплатный массажист, и когда люди, коллеги, пациенты, больные люди говорят, ну вот я живу в Москве, в Питере, у меня времени нет, да пока вы едете на работу обратно, у вас сутки с минимумом уходит час, в метро, в автобусе, в это время можете дышать диафрагмой, и времени не терять, а наоборот накапливать. Или пациенты, которые находятся на сидящей работе, там вахты, дежурные и так далее, сидишь на работе, дыши диафрагмой, тебе еще и деньги заплатят. Кто умный, тот понимает и занимается. Потому что здесь никаких таких внешних признаков нет, как ты там дышишь. Если будешь на работе заниматься дыханием по пранаяме, либо по стрельнику, тебя конечно уволят, потому что вот ерунду занимаешься, надо работать, а тут сиди, дыши себе потихоньку. Мастерь обычную полость, качай венозную кровь и будь здоров. Ну поскольку кроме диафрагмы есть еще определенные группы мышц, нужно сказать, что в целом у нас есть понятие дыхательной мускулатуры, где наша с вами любимая диафрагма, она, можно сказать, является основной. Вот она у нас вот здесь вот, вот ее ножки, которые крепятся к поясничным позвонкам. И мышцы грудной клетки, которые либо пассивно участвуют в дыхании во время наклонов поворотов, либо активно дополняют диафрагмальное дыхание во время максимальной физической нагрузки. То есть мышцы грудной клетки, вспомогательные мышцы, это межреберные, другие наключения, которые идут к шее. Грудные мышцы, это мышцы, которые помогают диафрагме в момент необходимости максимальной вентиляции. А после максимальной физической нагрузки нужно восстановить дыхание, перевести дыхание с избыточного и смешанного в диафрагмально, поэтому русские говорят, нужно сесть и перевести дух. Но многие думают, что нужно сесть и просто отдышаться от сопресса. На самом деле нет. После тренировки, даже если вы занимались карателем, бегали на лыжах, нужно найти минут 5-7, спокойно сесть, отключить зрение и слух, настроиться на дыхание и спокойно, ровно, аккуратно, медленно и редко подышать диафрагмой, вернусь в исходное оптимальное состояние вентиляции и газообмена. У вас в домашнем задании будут небольшие тренировочки дыхания в движении. Вы это потом на себе все это почувствуете. Ну а потом уже, когда на себе почувствуете, спокойно будете пациентам рекомендовать, зная, о чем идет речь. Ну чтобы четко представлять все разнообразие процессов, которые идут в процессе вдоха-выдоха, я сделал такую табличку. И честно говоря, кроме моей книги 2006 года, я больше ее нигде не видел, потому что здесь собрана информация, наверное, с десяткой различных источников по физиологии дыхания, по лечению заболеваний органов дыхания и других систем. Здесь мы видим, что при вдохе меняется давление внутрибрюшное, альвеолярное, ронхи расширяются, частота пульса на вдохе может увеличиваться, это норма физиологии. Сиркуляция ламинозной крови в полосе сердца улучшается, а на выдохе наоборот, процессы, соответственно, противоположные. И вот видите, написано, повышается тонус симпатической нервной системы на вдохе. А симпатическая отдел вегетативной нервной системы это тот отдел, который нас мобилизует. Наиболее яркая его мобилизация, его функция проявляется во время стресса. Ущущение дыхания, ощущение пульса, повышение давления, это все следствие возбуждения симпатической нервной системы. А пара симпатическая, то, что нас наоборот успокаивает. Идет легкое сужение бронхов во время выдоха, уменьшение чистой пульса, регуляция артериального давления улучшается во время выдоха. Идет еще и расслабление скелета и мускулатуры. Об этом мы поговорим, когда будем говорить о дыхании и стрессе. Вот если посмотреть в виде таблички, это физиология руководства зарубежной, это я уже перевел в русский вариант. Вот у нас кислород, это давление кислорода частичное. То есть из всего атмосферного давления вычисляется давление, которое дает кислород, углекислый газ. И где и как идет распределение. Мы видим, что из атмосферы кислорода много-много, потом поменьше, поменьше, поменьше. И на границе, там где у нас клетки наши с вами, капилляры тканей тела, идет как раз принципиальный переход. Уменьшение кислорода, увеличение углекислого газа. И в обратную сторону. Вот этот кружочек, это наша альбиола, в которой есть, видите, еще и водяные пары, H2O. Углекислый газ, кислород и азот. Артерии и вены. И поскольку все-таки основной процесс идет вот здесь, на уровне капилляров тканей тела и клеток, мы уже подходим к конечной части процесса дыхания, который начался у кончика носа, а закончился внутри наших с вами клеток. Вот это средняя модель клетки. Они, конечно, немножко разные, печень, почки, сердце, миокарты и так далее. Но средняя модель клетки, где имеется определенный аппаратно-следственное ядрышко, ядро и так далее. И важный для нас момент, вот оно название короткое, митохондрии. Дальше мы к ней посмотрим. Вот в виде такого фасоли или боба постоянно их изображают, что имеется оболочка, имеются складочки. Это то место, где идет процесс утилизации наших с вами пищевых продуктов. Это все, что мы скушали, постепенно распадается, потом идет на переработку. И основной источник энергии, который очень быстро дает нам поступление, может быть, не так много, как жиры, но все-таки быстрее, это глюкоза. Она окисляется в митохондрии и в процессе окисления глюкозы, процесс цикла идет порядка 30 реакций. Каждая реакция немножко подбрасывает нам энергии, а кислород участвует на последнем этапе процесса. Вроде бы кислород как бы не нужен, всего лишь на одной реакции из почти 30, но опять без него никуда. Такая его специфическая функция. Но процессы окисления, они чем важны? Тем, что в процессе окисления различных молекул, прежде всего глюкозы, с участием кислорода окисления идет, образуется вещество, которое называется аденозин-трифосорная кислота. Это то, что является носителем нашей с вами энергии в клетках. То, что нам дает возможность жить, активно двигаться, развиваться, работать клеткам, обеспечивать транспорт различных веществ в клетках и так далее. Это уже более локально сама по себе митохондрия. То есть довольно сложное строение. Две оболочки. Наружная внутренняя мембрана, на которых накапливается электрический разряд. Это складочки, для того, чтобы увеличить площадь, на которых идут химические реакции. И вот здесь вот и идет процесс окисления груза с использованием кислорода, с образованием аденозин-трифосорной кислоты. Эта аденозин-трифосорная кислота, сейчас-то я не знаю, я в аптеках давно не был. В советское время была таким полезным, но дефицитным лекарственным средством, АТФ, которую в ампулах делали, например, больным с патологией сердца, пульси и инфарктов, с астинокардией. Ну, а когда биохимики посчитали, оказалось, что количество аденозин-трифосорной кислоты в массе, именно в количестве в килограммах, составляет до 40 килограммов в сутки. То есть примерно половина массы тела. Почему? Потому что она очень быстро расходуется и снова образуется. Запаса такого стабильного, вот, например, запас жиров, жировой клетчатки, либо запас углеводов в сахаре, глюкозе в виде гликогена в печени, такого запаса в АТФ нет. Образовалась, ушла в расход, образовалась, ушла в расход. То есть это наиболее активный такой энергетический наш источник, постоянно образуемый. В процессе дыхания клеток. Если клетка не дышит, то АТФ очень мало образуется. И митохондрия, чем интересно, тем, что она, вот, имеет дыхательную цепь, где ферменты постоянно переносят ионы водорода и кислород. Образуется АТФ. Но, что очень важно, митохондрии, это не какой-то ограниченный вариант структуры внутри клетки. Они могут изменять свою форму. И, что самое интересное, как в одном из руководств я обратил внимание, они могут перемещаться в те части клетки, где потребность в них наиболее высока. То есть нам нужно понять, что наша с вами клетка, это не какой-то такой стационарный объект. Это, по сути дела, клетка, это тоже организм, ну, маленьких размеров, где постоянно идет жизнь, движение, перемещение, циркуляция разъясненных веществ, электронов, ферменты работают, много-много чего интересного. Поэтому жизнь каждого человека состоит из жизни триллионов его клеток. Кстати, недавно все-таки прозвучала информация об очередном исследовании. Раньше чаще говорили, что у нас соотношение микробных клеток к нашим нормальным человеческим 10 к 1. То есть было впечатление, что человек – это сплошные микробы. Совсем недавно провели перерасчеты, новые исследования, и оказалось, что примерно соотношение микробных клеток и наших с вами человеческих примерно одинаковое. Это уже как-то немножко легче существовать. Можно считать себя человеком, а не просто колонией микробов. Это еще один красивый вид нашей с вами митохондрии. Она вам пригодится для работы с пациентами, чтобы они поняли, что вот здесь идет обмен веществ. И есть такое понятие – цикл Крепса – это группа химических реакций, в которых идет обработка всех продуктов. Белковые, жировые, углеводные продукты – все они идут через цикл Крепса – это цикл химических реакций. И в реакциях с цикла Крепса образуется углекислый газ. Вот он, где образуется у нас, вот здесь, в митохондриях. Ионы водорода. Если углекислый газ раньше считался очень долго, ну, чуть ли не ядом, что давайте дышать глубже, пусть будет больше полезного кислорода, и будем больше выдыхать вредного углекислого газа, то благодаря огромному количеству научных исследований и, скажем так, научному подвигу Бутейко, он, как физиолог, прежде всего заявил очень конкретно, что надо следить за дыханием с учетом концентрации углекислого газа, наиболее яркого его, скажем так, поступок в науке, то углекислый газ как раз вырабатывается у нас сами внутри организма. И, что очень важно, что вот эта вот молекула РСО2, она регулирует активность химических реакций в цикле Крепса. Если углекислого газа у вас достаточно, то обмен веществ, взаимопревращение углеводов, белков и жиров, идет достаточно хорошо. Вы знаете, что можно три дня не есть ни мясо, ни молока, никаких белков не получать, но с голода не умираешь, потому что определенные резервные возможности организм использует для глюкан-неогенеза и на образование белков и жиров из других молекул. Вот это вот сложнейшая биохимическая схема. Это просто я вот так для иллюстрации, чтобы вы поняли, какой идет огромный тут спектр химических реакций с участием разных ферментов, и никотилогенеза, и фосфат, и прочее, прочее. Он называется цикл трикарбоновых кислот, и в процессе его идет обработка молекул с образованием углекислого газа, но для хорошей работы этого биохимического процесса важна определенная витаминная подпитка. Витамин В1, В2, В6, ВП. В принципе, витамины не дефицитные, если вы не курите. У курильщиков витаминный дефицит очень серьезный, поэтому всем, кто бросает курить, говорю, ребята, вы сделали первый шаг, бросили курить, делайте второй шаг, восстанавливайтесь, начните с витаминотерапией, либо с полноценного насыщенного витаминами питания. Они об этом почти не думают, и многие опять уходят в курительную зону. Так вот, дыхание – это процесс внутриклеточный, это процесс, в котором кислород участвует всего лишь в одной реакции, но он незаменим для хорошего КПД, для хорошей энергетической составляющей нашего дыхания, но при этом образуется в клетках и углекислый газ, который является очень важным биологическим субстратом. Это наш углекислый газ, если вы будете пить минералку, или кто-то, может быть, шоковать будет пить шимпанское с углекислым газом, ничего в клетках от этого не улучшится, потому что нужен свой, тот, который нарабатывается в процессе химических реакций. Все, что вы приняли с минералкой или с шимпанским, или с пивом, кто любит пиво, углекислый газ, все тут же вылетит обратно. И поскольку все-таки для дыхания важное значение носа, на что нужно обратить внимание, что дыхание – процесс вентиляции, и до 17 тысяч литров воздуха за сутки проходит через нос. Поэтому нос порядка 60% микробов задерживает, и для того, чтобы все это убирать и очищать, неизбежно идет выделение слизи. До 2 литров в сутки может выделяться. Но вы знаете, что при определенных нарушениях питания из-за дисбаланса ДОЖ может увеличиться образование носовой слизи из-за неадекватного питания. Я знаю такие примеры, когда пациенты ходили по аллергологам, по лору-врачам, и что им только не ставили, и какие препараты и физиопроцедуры не назначали, пока они не обратили внимание на именно эридический аспект качества питания и, соответственно, уменьшение образования слизи, потому что нос все-таки имеет функцию и выделительную. Для того, чтобы нос отлично работал, напоминаем, что имеются специальные реснички, которые должны постоянно двигаться. Они могут хорошо работать на очищение, если температура помещения оптимальная. Не более 33, лучше, конечно, 20-24, это уже оптимально, так идеально написано. И показатель АПХ, кислотность секрета, 5,5-6,5%. Поэтому, вот на это обращаю ваше внимание, поэтому опасны самодельные средства и способы промывания, когда не соблюдается ни температура раствора, ни его микроэлементы, состав, ни показатель АПХ. Нос промывает, нарушается показатель состояния слизи и секрета назального, и возникает проблема уже серьезная, потому что с восстановлением нормальной функции носа. Атмосферная влажность и то, что касается помещений. Сейчас зима, очень часто встречаешь примеры, когда сухо в помещениях, 38-48. Ну, в среднем все-таки порядка 50% влажность должна быть в помещении, чтобы дыхание работало хорошо. Я в связи с этим вспоминаю, смотрел, когда выезжал в Новый год через Москву, смотрел очень сложного кардиологического пациента, ну, он консультировался на самом высоком уровне у пульмонологов и у кардиологов, но в клинике. А когда я к нему зашел домой, я обратил внимание, что у него там порядка 32 градусов температура, в воздух сухой. А он жалуется на дышку. Я ему сказал, что хитрое у него имя-отчество, Арминакович сейчас, не у него из из восточных регионов, пенсионер. Я ему объяснил, что если вы не отрегулируете оптимальное состояние комнатного воздуха, то какие бы вы лекарства вы не пили, вы постоянно будете мутиться от одышки, потому что у вас перевозбуждение дыхательного центра, перегрев тела и сухая слизистая дыхательных путей. Ну, вроде сейчас уже начал пользоваться кондиционером, когда что-то понял, что это тоже имеет значение. Так вот, влажность воздуха, которым мы дышим, качество назального секрета, температура раствора, в котором мы промываем нос, все это имеет непосредственно отношение к качеству дыхания, соответственно, к качеству здоровья. И если нос забит, либо не дышит, как сейчас у многих при простуде, и дыхание осуществляется через рот, то, как показали исследования самых разных специалистов, начиная с 1903 года, вот диссертация, 1903 год, биологологов, к вопросу о влиянии затруднения носового дыхания на морфологию крови. Сто лет назад уже диссертация была сделана. А даже сейчас я знаю, что многие доктора, особенно терапевты, ну и педиатры тоже грешат тем, что они не обращают внимания на качество носового дыхания. Ну дышит больной, дышит, перестанет дышать, будем спасаться. Так вот, доказано, что если нарушается нормальное дыхание, человек дышит через рот, уменьшается вентиляция легких на 25-30%, нарушаются функции сердца, сосудов, естественно, изменяется кровяное давление, повышается внутриглазное и внутричерепное давление, также давление спинно-мозговой жидкости церепно-спинальной, как говорят медики. Такие нарушения дыхания приводят к ухудшению либо к появлению расстройств функции злодоценно-кишечного тракта почек половых органов, увеличение сахара в крови может быть, изменение в составе кримфы, лимфы и крови. И самый банальный показатель, знаете, есть показатель скорости оседания эритроцитов, сои. Вы все сдавали анализ крови, наверное, минимум один раз. Этот показатель при дыхании через рот больше, чем при нормальном дыхании через нос. Это факты из книги профессора Пескунова. Это один из корифеев нашей отаринологии. Там научно доказанные факты. Так, я немножко сбился. Сейчас у меня просто мелко тут идет. Поэтому первое правило регуляции дыхания, которое мы с его уже рассмотренного материала можем сделать, дышите через нос. почему? Потому что есть такая молекула, оксид азота. Это исследование совсем свежее, можно сказать, в последнем десятилетии, что оксид азота, как очень активная эпилогическая молекула, она образуется примерно 90% в полости, но со верхних дыхательных путей. Синтез этого газа наиболее активен. И при носовом дыхании оксид азота, во-первых, оказывает местное действие дезинфицирующей, бактерицидной. Если мы говорим о регуляции дыхания, то первое правило дышите через нос, чтобы были особлены основы физиологии дыхания. Второе, делайте паузы в дыхании. Почему? Потому что при определенных паузах дыхания до 30 секунд, это специально проводили исследования, какие можно делать задержки дыхания, как меняется содержание газа. Про кислот углекислый газ мы еще поговорим тоже. Оказалось, что при задержке дыхания до 30 секунд концентрация оксида азота в организме стабилизируется, его синтез. Больше уже нет необходимости, поэтому если вам нужно как-то оптимизировать показательную примерку обращения, то задержки дыхания до 30 секунд они себя оправдают не только накоплением углекислого газа, но и накоплением оксида азота, который оказывает положительный эффект на кровеносые сосуды, на артериальные сосуды. Если мы с вами дышим более-менее адекватно через нос, то, видите, житель большого города до 500 миллиардов пылевых частиц ежедневно вдыхает. Почему? Третий раздел нашего семинара сегодня будет посвящен ароматерапии, потому что люди, которые живут в городе, так как правило, люди, которые живут большую часть года в мертвом воздухе. Сейчас у нас на Сибири зима, тут куча грязи в воздухе летает, растений практически нет, если домашние не держите, но их не хватает для санации воздуха, поэтому ароматерапия будет необходима. Сейчас идет полоса гриппа. Один кубический метр воздуха в среднем содержит 16 тысяч частичек вирусов гриппа. Если один человек один раз чихнул. Огромное количество этих вирусов уделяется при каждом дочихании, но если вы дышите нормально, то, как мы еще раз повторим, 60% микробов точно задержатся в полости носа. Поэтому грипп вам не страшен. Кроме оксида азота, который имеет непосредственное значение для качества здоровья и связанных с дыханием, конечно, прежде всего, чаще всего, люди говорят о кислороде. Мы уже с вами вспомнили, что он имеет значение прежде всего, как участник окислительных процессов. И вдыхаем воздух 21%, выдыхаем 14%. Но обратите внимание, сколько может переносить гемоглобин, с которым связывается кислород за сутки? 600 литров кислорода. А каждый литр до 200 миллилитров кислорода. Теперь вспомните такую, как принято говорить, фишку, как кислородные коктейли. Во-первых, все специалисты, кто внимательно следит за различными способами оздоровления, говорят, что слизистая желудочно-кишечная тракта не предназначена для всасывания газов. Это одно. И второе, сколько вы там с этим коктейлем примете кислорода и сколько у вас организм и так использует. Получается, что даже если выпьете в ведро кислородных коктейлей, это, в общем-то, существенно на кислородный метаболизм повлиять не может. С учетом тех цифр, которые мы сейчас с вами посмотрели. Кислород мощнейший окислитель. Вы знаете, это наблюдая процессы, как, например, масло окисляется на кухне, либо продукты гниют и железо ржавеет, поэтому избыток кислорода в природе и в организме он не всегда желателен. Но еще один важный момент, который связан с кислородом и с дыханием, кроме окисления глюкозы, образование метаболической воды. Это та вода, которая образуется в процессе окисления различных молекул внутри клеток. Это наша самая внутренняя вода, так называемая метаболическая. Вентиляция легких идет в определенном специфическом режиме. Мы с вами говорили о том, что в среднем за 7 дыхания не меньше обновляется в воздух. Но если говорить о цифрах, вы знаете, есть процедура спирометрия, спирография, измерение объемов дыхания и кривые дыхания, потоки объема и так далее. Вот обычно отмечают, что дыхательный объем, но там немножко этот момент коснемся, ДО его обозначают в среднем 500 кубических сантиметров. Жизненная емкость легких в среднем до 4,5. А вот остаточный объем, даже если мы максимально выдохнем, все-таки полтора литра у нас остается. Поэтому природа нас определенным образом в плане дыхания обеспечила безопасность. Это и насыщение кройки с родом почти максимально 94-96%. Это и определенный запас воздуха даже есть. Вот сейчас выдохнули, все равно что-то еще в легких остается, чтобы как-то продержаться. Ну вот я сейчас разбираюсь в очень сложный случай. Мужчина в принципе здоровый, в спецназе служил пенсионер, после тенажерного зала упал в обыгры, там у него проблемы возникли. Он 10 минут был без сознания. Практически на том свете. Вроде откричали, но сейчас второй месяц так полузвой, полумертвый лежит. Ну вот тренировность, которая была когда-то еще заложена во время службы в армию в десанте и в спецназе, вот она помогла ему эту критическую ситуацию. 10 минут без активной вентиляции, легких выдерживаний. Там, конечно, были реанимационные мероприятия, но не так, как потом уже в палате в отделении. Итак, запоминаем, что у нас с вами есть резервный объем не менее полутора литров, поэтому, когда будете делать пробу генча, это задержка дыхания после вдоха, вот проба задержка генча, она и определяется и отчасти тем резервным объемом, который остается в легких достаточном объеме, и отчасти устойчивостью дыхательного центра к перепаду кислорода и кулькислого газа. Потому что как в государстве все управляется, ну, не будем касаться России, в принципе, в нормальном государстве все управляется из центра, так и в нормальном организме все управляется из центра, и дыхание тоже регулируется из специального центра. Ну вот, если касаться показателей, которыми можно поделять вентиляцию легких, если у вас будет возможность спирометрию провести, вы знаете, что есть центры здоровья, куда можно записаться и бесплатно провести все обследования, в том числе спирометрию, спирографию. Вот минутный объем дыхания, это показатель, который оценивает в принципе качество вентиляции, он складывается из чего? ЧД, частота дыхания, умножить на ДО, дыхательный объем, это то, о чем мы говорили. И у спортсменов при максимальных нагрузках, ну, лошадиный вид спорта, например, лыжники бегают, либо спортсмены-марафонцы и так далее, 120 литров может быть в минуту. Это уже бешеная вентиляция. И альвеолярная вентиляция, которую можно вычислить, зная свои показатели дыхания, это вот простая формула, которая исходит из показателей чистой дыхания, дыхательного объема и мертвого пространства. Мертвого пространства мы знаем, это тот объем, который не вентилируется, у которого циркулирует воздух, это трахея бронхи, это примерно 150 кубических сантиметров. И вот интересный показатель, который еще раз говорит о том, что кислородный коктейль это хорошая коммерческая штучка, не более того, есть понятие кислородная емкость крови. Сколько кислородная кровь может взять кислорода? Учитывается, что одна молекула гемоглобина несет на себе 4 молекулы кислорода. Вот количество гемоглобина с кислородом, 100 мл крови, 15 г гемоглобина. И количество кислорода в крови. Но это у здоровых. Если человек курит, то у него к гемоглобину вместо кислорода цепляется молекула СО угарного газа, которая минимум через 4-6 часов наполовину только снижается содержание. Поэтому курильщик, который курит 4 и больше сигарет в день, он загоняет себя в хроническое кислородное голодание. У него вместо гемоглобина с кислородом циркулирует гемоглобин с угарным газом. Это гипоксия, которая нарушает работу нервной системы, иммунной системы и прямая дорожка в онкологию. Что мы видим, потому что онкология многократно в последние годы растет. Но касаясь того, что мы упомянули, что регуляция дыхания идет из центра, все-таки дыхание процесс, который имеет очень сложные связи. И понимание дыхания как такого сложного процесса, связанного с функцией жизни всего организма, называется функциональная дыхательная система. Куда входит непосредственно сам по себе орган дыхания легкий. И определяется его работа с учетом глубины вдоха, частоты дыхания, жизненной емкости легких и так далее. Куда входит сердечно-сосудистая система. И связанность с ее работой показателей. И это и пульс, и скорость кровотока, и количество гемоглобина. Это и почки, это и пищеварительный тракт, это и гормональная система. И все это управляется как генеральный штаб, ставка главного командования, дыхательный центр. Очень интереснейшая структура нашего головного мозга. Можно сказать, что это обособленная структура, хотя связи там неимоверно широкие и очень специфические. Но мы видим, что дыхание связано с массой процессов. Это и работа всей сердечно-сосудистой системы. Это гормональная регуляция, это метаболизм. И всю эту сложную систему управления делят условно говоря на два раздела. Это регуляция с учетом химического фактора, хеморецепторы. Рецепторы это нервные клетки, которые реагируют на что-то. Например, на боль, болевые рецепторы. А хеморецепторы это на химические различные соединения в плане регуляции дыхания. Это хеморецепторы, которые возбуждаются, реагируют на содержание ионов водорода H+. Помните, мы там смотрели цикл Крепса, образуется углекислый газ и ионы водорода. Хеморецепторы, которые также реагируют на содержание кислорода в крови и на содержание углекислоты в крови. Это хеморецепторы. Они три параметра дыхания моментально оценивают. Сколько у нас ионов водорода, содержание которых может меняться в зависимости от качества пищи, кисло-щелочная смешанная, сколько у нас кислорода, сколько у нас углекислого газа. Это значит один канал, химическая регуляция. И второй, так называемый механо-рецепторный. Еще раз напомню, что рецепторы это клетки, которые что-то воспринимают, регулируют. А механо это значит связаны с какими-то механическими моментами. Это рецепторы, которые расположены в легких, рецепторы растяжения, которые имеются в бронхах, в дыхательных мышцах. Но нужно понять, что к этим механо-рецепторам, которые сконцентрированы в области легких и дыхательных мышц, дополняется еще чувствительность механо-рецепторов скелетных мышц, суставов, связок. И известное наблюдение еще где-то в советское время, Бреслов проводил, что если человек, например, просто лежит в спокойном состоянии, проверяют объем вентиляции, качество дыхания, сейчас я чеку маленькую пью. И потом человек сам не двигается, а исследователь берет его руку, поднимает и опускает, то даже в ответ на пассивное движение руки, в связи с изменением состояния механо-рецепторов, уже возникает ответная реакция на изменение вентиляции. И отсюда видно, что наша с вами дыхательная система, она очень чувствительна и к химизму нашей внутренней среды, и к нашей физической активности. Именно поэтому, когда человек много, быстро, долго бежит, двигается, по механо-рецепторам идет большой поток импульсов, дыхательная система возбуждается, а потом человек вроде бы успокоился и физически не двигается, а ответная реакция увеличения вентиляции, по данным физиологов, может до суток продолжаться. Почему нужно после любой тренировки проводить восстановительное дыхание? Потому что механо-рецепторы дают определенный поток импульсов, и это возбуждение надолго еще там застревает в регулирующих системах. Вот как говорят физиологи, дыхательный центр по локализации, он находится в глубине мозга. Я всегда, когда говорю о том, как у нас глубоко и надежно спрятан дыхательный центр, всегда вспоминаю сказку, помните, про кощея там и сои, и иглу на дубу, в сундуке и так далее, запрятано как можно больше. И поскольку дыхание связано практически со всеми формами, видами мышечной деятельности и физической активности, и химической активности, должно реагировать специфически, то вот выделяют в дыхательном центре определенные группы. Нейроны, которые дают сигнал на вдох, нейроны, которые дают сигнал на выдох, и есть несколько еще переходных групп, поэтому чаще всего физиологи описывают 8 групп нейронов в дыхательном центре, которые, ну я их сравнил с вечным двигателем. Постоянно идет циркуляция импульса по дыхательному центру, не бывает такого, что вот если человек остановил дыхание, нырнул под воду, либо закрыл нос, либо что-то еще, он может быть внешне не дышит, может быть у него мышцы мало работают, там дыхание клеток слабее, пошло окисление, но в дыхательном центре циркуляция, возбуждение идет постоянно. И если циркуляция импульса в дыхательном центре прекратится, то возможно мы больше с вами никогда и не задышим, потому что это ведущий фактор жизнеобеспечения, с которым связана и работа сердца. И чтобы нам уйти на перерыв с некоторым уже заделом на будущее, вот красивая картинка, такая, как и что у нас связано с дыхательным центром. Дыхательный центр, но здесь имеется связь с сердечно-сосудистым центром, это вот два нейрона вдоха-выдоха, ретикулярная формация, опять, это очень интереснейшее образование ствола мозга, которое обеспечивает неспецифический тонус. И вот здесь они на картинке как бы немножко так вот изолированы, разными формами и цветами обозначены. На самом деле это единая семья, единое сообщество, которые друг друга поддерживают, реагируют, контролируют и отвечают на любое воздействие извне или изнутри. Мне дали сигнал, что немножко нам нужно прерваться, поэтому сделаем небольшой перерыв, минутки на 3-5, вы можете минутки полторы походить, пошевелиться, чтобы дыхательный центр получил от механорецепторов стимуляцию, а потом просто сядьте и посмотрите, как у вас идет вдох, как у вас идет выдох. Можете для себя провести пробу после спокойного выдоха, сколько секунд сможете не дышать. Посидите после спокойного выдоха до упора, в это время накопится углекислый газ, он постимулирует не только дыхательный центр, вот здесь и вот здесь, ну и даст возбуждающее влияние на ретикулярную формацию, вы почувствуете, что взбодрились, без чая, без кофе, без сигареты. Маленький перерыв, спасибо за внимание. Давайте немножко с тем моментом, на котором мы остановились. Регуляция дыхания осуществляется дыхательным центром, в котором выделяют определенные группы нейронов, которые формируют постоянно определенную команду на изменение вентиляции. И вот этот, скажем так, рисунок дыхания, который состоит из таких показателей, как частота дыхания, длительность вдоха, длительность выдоха, возможная задержка дыхания и так далее. У физиологов есть такое понятие дыхательный паттерн. Где-то будете встречать в литературе. Это как раз, скажем так, как рисунок, как почерк бывает у человека, так и здесь особенность именно дыхательного паттерна, как структура дыхательного цикла и дыхательного процесса в целом. Потому что дыхание может быть реже, чаще, глубже, тише и меньше, с паузами, с паузами, в ответ на разные факторы. И поскольку дыхание связано практически со всеми процессами в нашем организме, можно сказать, что дышит все наше тело и головной мозг потребляет, кстати, 20% от кислорода, от всего нашего потребления кислорода, то регуляция дыхания определяется не только нейронами дыхательного центра, но и теми взаимными влияниями, которые оказывают на нейроны сердечно-сосудистого центра, такой очень специфической группы, как регулярная формация, определяющая тонус наш, гормональные центры. И все это глубоко спрятано в так называемом, как говорят физиологи и невропатологи, стволе мозга, глубинные участки нашего мозга. Но смотрите, как это связано с разными отделами тоже дыхательной мускулатуры. Это вот немножко так, чтобы было понятнее. Группировка нейронов, которые связаны с дыханием, и видите, идут проводящие пути к диафрагме, к наружным межребельным мышцам, к внутренним межребельным мышцам, к мышцам брюшной стенки. То есть любые движения скелетной мускулатуры, прежде всего грудной и брюшной мускулатуры, грудной клетки и брюшной стенки, и они дают определенный импульс в структуру дыхательного центра. Поэтому наклон, поворот вы вроде бы активно специально не дышите, но структуры, которые контролируют состояние этих мышц, связок и суставов через механо-рецепторный контур, дают определенный сигнал дыхательному центру, и он уже оценивает, нужно ли дыхание, или можно обойтись тем, что пока есть. Это тоже картинка, она немножко в другом варианте, где показано, как очень четко связаны между собой различные нейроны, и обратите внимание, что даже языкоглоточный нерв, подъязычный нерв, хоть бы напрямую не связаны с дыханием, как нам кажется, хотя в принципе языкоглоточный нерв, подъязычный нерв, это речь, это глотание, это функция, которая связана напрямую с процессом дыхания, они тоже связаны с работой дыхательного центра и его нейронов. Это таблица, которая будет вам более полезна для работы с пациентами, чтобы они понимали, как все связано. Это у нас с вами дыхательный центр, нейроны его, это механо-рецепторы внутри органов и мышц, это барорецепторы, артериальное давление, барорецепторы сосудов, поэтому дыхание влияет на давление, и давление может влиять на состояние дыхания. Терморецепторы кожи, мы знаем, что от температуры тела и от температуры окружающей среды зависит наше с вами дыхание гормоны, которые влияют в том числе на работу дыхательного центра. Это видно, например, во время беременности меняется дыхание женщин. Температура тела само к себе, это как фактор, отражающий активность метаболизма, ну и состояние атмосферы, в которой вы находитесь в парилке. Одна температура тела, когда лежим в снегу, другая. Болевые рецепторы, мы с вами знаем, что на боль у нас всегда возникает определенная дыхательная реакция. Чаще всего немножко окнем, а потом дыхание неизбежно останавливается, при задержке дыхания болевые ощущения снижаются. Поскольку наши структуры в полости мозга, они находятся в определенной жидкой среде, есть такое понятие ликвар или внутричерепная жидкость, она же еще и в спинномозговом канале находится, то от содержания углекислого газа и показателей кислотности спинномозговой жидкости тоже зависит работа дыхательного центра. Поэтому в нейроанимации, в травматологии, когда травма черепа, показатели вентиляции легких и показатели ПАЖ и крови и ликвары обязательно учитывают для нормального восстановления. Хеморецепторы, мы уже говорили о них, что есть механорецепторы, это на мышцы связки на растяжение, хема, это на химический состав. Кислород, углекислый газ, ПАЖ. Здесь вот эта вот развилочка, это общая сонная артерия, по которой кровь течет к мозгу и она делится на наружную, на внутреннюю. Здесь есть сонные клубочки. Вот здесь находится хеморецептор, регулирующий газовый состав крови, прежде всего содержание кислорода, идущий к мозгу. Вот это вот такая немножко дуга, это дуга стенки аорты. То место, где аорта отходит от сердца и изгибается, здесь тоже хеморецепторы, которые контролируют газовый состав крови, идущий от сердца к тканям. Рецепторы растяжения в легкие, как самостоятельная группа хеморецепторов, которые дают сигнал о том, насколько легкие расправлены, насколько они сжаты, деформированы и проще, проще. Но смотрите, вот насколько чувствительно меняются показатели. Это физиологические параметры, снижение pH, показатели кислотно-челочной баланса, pH, всего лишь на одну сотую, на одну сотую снижается показатель pH спинно-мозговой жидкости, а минутный объем дыхания может увеличиться на 4 литра. Насколько чувствительны нейроны дыхательного центра к изменениям показателя pH. Это вот эти вот нейроны, вот они, вот он, снижение содержания кислорода, парциальное давление ниже 100 мл, усиливает импульсацию периферийских рецепторов. Это вот эти вот хеморецепторы, которые контролируют состав содержания кислорода в крови. Поэтому все под контролем, и работа дыхательного центра, как это для нас с вами очень приятно, она находится под контролем нашей с вами коры. Поэтому если человек с головой, с сознанием все нормально, он может управлять своим дыханием соответственно определенным задачам и целям. Как во время движения, так и во время покоя. Ну вот здесь отмечается, что хеморецепторы дыхательного центра активно реагируют на содержание кислорода углекислого газа, на концентрацию ионов водорода, но наиболее активно они реагируют на содержание углекислого газа. Рецепторы, которые контролируют кислородный баланс, это рецепторы сонных клубочков и стенки дуги аорты, потому что они реагируют на изменение содержания кислорода умывающей наши органы. Но обратите внимание, что вот эта система хеморецепции, то есть контроль и анализ химического состава крови, она имеет, как я давно еще с методом Бутыка занимался определенный биологический дефект. У нас есть хеморецепторы, которые контролируют и реагируют на повышение содержания углекислого газа в крови, гиперкапнию и реагируют на снижение содержания кислорода в крови, гипоксию. Поэтому если у нас с вами углекислого газа содержание критически либо медленно повышается, например, во время длительного бега, эти рецепторы дают сигнал, мы начинаем дышать сильнее. Либо мы где-то нырнули, либо от нас во время борьбы нас маленько предвышили, кислорода мало, хеморецепторы на гипоксию тоже реагируют. Но у нас с вами нет рецепторов, который реагирует на снижение содержания углекислого газа. Вот здесь дефект. Если сравнивать нашу дыхательную систему с дыхательной системой птиц, то птиц в системе хеморецепторов есть криткие рецепторы, которые реагируют на повышение углекислого газа и есть хеморецепторы, которые реагируют на снижение, на гипокапнию. Почему? Потому что если на высоте углекислого газа будет мало и ты потеряешь сознание, то уже шлепнешься и не встанешь. А у нас почему-то эта так называемая эволюция, такой дефект нам дала, что не контролируем мы содержание углекислого газа, если содержание его содержается. Нет таких рецепторов, но есть сознание, надо сознание использовать. Вот это более интересная картинка по хеморецепторам. Это наше с вами сердце. Это вот стенка дуги аорты, где находятся хеморецепторы, которые контролируют состояние кислорода в артериальной крови, идущей по телу. А это вот наружная, общая сонная артерия, которая делится на наружную и внутреннюю. И вот здесь сонные клубочки. Гломус коротикус, вот они здесь. И здесь нужно отметить, что в этих сонных клубочках есть нервные клетки, которые реагируют на снижение содержания кислорода на гипоксию. Но эти же сонные клубочки способны вырабатывать особые вещества, регулирующие наш эмоциональный тонус, эндорфины, энкефалины. Особенно эндорфины. И очень интересный момент, на который я еще с метода Ботейк обратил внимание, что когда люди впервые начинают проводить дыхательные тренировки, и нередко я встречаю это на дыхательном тренажере. Фролова, когда они проводят первое и второе занятия, ну первую неделю, я спрашиваю, как у вас ощущения после тренировки дыхания? Очень часто говорят, ну у меня как-то что-то голова закружилась. Я говорю, эта голова закружилась или ощущение похоже на легкое пьянение? Похоже на легкое пьянение. То есть в ответ на изменение регуляции дыхания, на изменение кислородного баланса возбуждается хеморецептор, возбуждается сонные клубочки, идет легкий выброс эндорфина. И наблюдение длительное за пациентами, которые работают с дыханием в разных формах, пусть это Стрельникова, либо Ботейка, либо Тренжер Фролова, показывает, что люди, имеющие опыт и стаж, и навык регуляции дыхания, всегда эмоционально стабильны и устойчивы. Это большой плюс в наше дикое время. И, на счастье, это связано с работой вот этих сонных клубочков, которые находятся вот здесь, в месте деления сонной артерии на наружную и внутреннюю. Ну вот я уже так отдельно выделил, потом, когда будете работать с пациентами, что нет у нас гипероксических рецепторов. То есть у нас нет рецепторов, которые возбуждаются при повышении содержания кислорода в крови. Поэтому человека можно поставить в барокамеру, если такой метод вы знаете, туда повышают содержание кислорода в несколько атмосфер. И удается как-то подлечить. Ну и нет тех рецепторов, которые снижают, реагируют на снижение содержания углекислого газа. Но вот наблюдение физиологов, которые говорят о том, что у нас насыщение крови кислородом достаточное. Парциальное давление, это частичное давление кислорода в альвеолярном воздухе может быть снижено со 100 до 80 без заметных нарушений. То есть наш организм, в принципе, достаточно хорошо себя чувствует при определенных диапазонах колебаний кислорода. Поэтому, вы знаете, есть методика гипоксического дыхания на специальных приборах, когда дают смесь, обедненную кислородом, не 21, а 16, 14, 12, иногда даже 10. ГГС такая смесь, гипоксическая смесь. И человек, проходя определенный курс гипоксического дыхания с пониженным содержанием кислорода, наоборот, получается стимулирующий, здоровающий эффект. Все дело, как говорят в дозе, любое средство может быть рядом, может быть лекарством, если знать, как его использовать. Ну вот, особенности регуляции дыхания не связаны с тем, что дыхание реагирует на практически все важные процессы и функции. И поэтому, когда возникает вопрос, нужно ли учить человека регуляции дыхания, для меня это вопрос совершенно бестолковый, потому что дыхание постоянно получает различные возбождающие факторы. Переволновался, не доспал, переел, где-то побегал в праздники маленько с друзьями, посидел с алкоголем. Все это сказывается на регуляции дыхания. Если мы его не приводим вовремя в стабильное состояние, постепенно эти изменения накапливаются. И накапливаются они незаметно. И одно из уже массовых нарушений дыхания, которое получило самостоятельное название, дисфункциональное дыхание, либо гипервентиляционный синдром. У современных людей, когда вроде бы кардиограмма нормальная, анализы крови нормальные, вентиляция легких, жизненная емкость легких и так далее вроде бы нормальная, у человека мало гликислогаза, и поэтому возникают панические атаки, срывы, непонятные обижки, беспокойства и много-много чего, пока не займутся дыханием. Ну и, кстати, тот же храп, тоже уже проблема такая массовая, связан с нарушением дыхания и с нарушением регуляции дыхания. И касаясь вот факторов, которые как-то влияют на дыхание, здесь интересно было уже послушать Бутейка, когда я с ним работал, учился в 87-89 годах. В принципе, то, что он грилл сейчас, в общем-то, уже ни у кого не вызывает удивления, факторы, которые углубляют, усиливают дыхание. Ну, прежде всего, это установка о том, что глубокое дыхание полезно, естественно, психология влияет на поведение, глубоко дыхательной гимнастике, переедание белковой пищи, продукты, аллергены, химические факторы, бытовая химия, которой мы все тут опутаны, выхлопные газы, гиподинамия, фактор, который углубляет дыхание, недостаток физической нагрузки. Но тут надо понимать, что, когда Бутейка говорил о глубоком дыхании, он говорил о ситуации с дефицитом углекислого газа. Тут путаница в словах, в терминах. Кто не знает, они обычно потом уже не могут разобраться, где какое дыхание и с чем связана глубина. Код гиподинамия, как фактор, при котором образуется мало углекислого газа, приводится к состоянию с пониженным содержанием углекислого газа. Это, по мнению Бутейка, по его технологии есть глубокое дыхание. Дефицит углекислого газа. Гигиенический фактор, гигиеническая одежда, духота, перегревание. Ну, наиболее вредно, например, для детей, для малышей, что сейчас их всех кутают в те самые пуховики. И видишь, ребенок идет, у него пуховик с головы дынок, он весь укутан, и он вынужден из-за перегрева открывать рот. Его кутают, он открывает рот, чтобы снять одышку, и простывает бесконечно. Стрессы, кулиния, наркотики, все это факторы, возбуждающие дыхание, углубляющие дыхание, потому что они возбуждают нейроны дыхательного центра. И факторы, которые способствуют восстановлению дыхания, или, как говорил Константин Бутейков, уменьшающие дыхание, это голодание, ограничение питания, вегетарианская пища, сыроедение. Почему? Потому что там меняется химический состав в крови и меньше кислотность. То есть меньше ионов оборода, меньше возбуждение нейронов дыхательного центра. Сон на животе, на жесткой постели, умеренная физическая нагрузка, водные процедуры, особенно закаливание, парная баня, психический покой, правильная осанка, обетование грудной клетки, градусы и корсеты. Вот такой момент еще видите, подъем глаз вверх. Это очень интересный рефлекс, когда вы делаете максимальную задержку дыхания, ее трудно держать, если поднять глаза максимально, закатить их вверх. Это через определенные рефлекторные моменты, через определенные реакции связи дыхания с многими функциями, черепным разговором, нервами в том числе, помогает немножко затянуть задержку дыхания на секунду на 10-15, иногда удается вытянуть. Так же, как и глотательный рефлекс. Но когда делаешь задержку дыхания с закрытым носом, и глотаешь уши, закладывая, это очень неприятно. Но если надо, можно потерпеть. Заг Unit 1 И вот как раз гипервентиляционные нарушения. Когда их специалисты изучали, оказалось, что прежде всего при вот этих сложных нарушениях, ведь пациента потом гоняет по кругу. Терапевт посмотрел, ты здоров, иди к нейропатологу. Нейропатолог посмотрел, ты здоров, иди к психиатру. Психиатр посмотрел, и начинается, как потом больные говорят в футбол. Вот оказывается, что при гипервентиляционных нарушениях и вот этих кризах, психо-вегетативных нарушениях, паническая реакция и так далее нарушается, паттерн дыхания уменьшается подвижность диафрагмы. 80% больных с вот этими сложными непонятными состояниями и диагнозами, они окажутся вот в этой группе с нарушением нормальной регуляции дыхания и нормального паттерна диафрагмального дыхания. Появляются самые разные миологические боли, то есть боли в мышцах непонятного происхождения, локальной гипертонусу, что потом какие-то боли, то в поясничьем отделе, то в грудном, то в шейном возникает и как пищает респираторный алкалоз, это значит, что у человека из-за глубокого дыхания нарушается кислотно-щелочной баланс в сторону, вздвиг в сторону щелочной реакции. Обусловленный гипокапнией это низкое содержание кислого газа. А вот это состояние может приводить уже к спазму коронарных артерий, нарастанию сроса гемоглобина с кислородом, кислород уже отделяется, и соответственно уже проблемы болевые до уровня состояния может быть при инфаркте, либо инфаркте. И отмечается, что именно системная роль нарушения паттерна, то есть характера дыхания в развитии вегетативных расстройств является одной из причин, по которым требуется проводить дыхательную гимнастику и объясняет эффективность воздействия дыхательной гимнастики для стабилизации психо-вегетативного тонуса. Ну это так, классическим медицинским языком, а так вот у меня в последние годы несколько человек приходило по интернету в консультации, да, начинает дышать через два-три месяца уже совершенно, имея стаж таких вот нарушений вегетативных площадь по пять, по десять лет, начинает проходить себя в порядок. Их понять можно, потому что когда все время живешь в стрессе, в напряжении, в каком-то безсвокусстве, это не жизнь, это бесконечное какое-то ожидание, кризис, либо хождение под оптором, это выживание. И поскольку дыхание очень четко связано с качеством работы нашего мозга, сознания и психики, то известно, что на стресс всегда реагируют не только нервные системы, но и дыхательные. Почему? Потому что эмоции тесно связаны с дыханием. Ну, например, четко описано физиологами, что удивление вызывает остановку дыхания. Это очень часто видно у детей маленьких. Что-то видели, ах, рот открыли и пошли, задержав дыхание, а потом рот не закрывает. Приходится учить года два-три, закрывая рот. При страхе и тревоге дыхание учащается. Возникает глубокое дыхание, это, как говорили, Бутейко, либо наш ведущий невролог Вейн, он называл это нейрогенной гипервентиляцией, или, как западная классификация, гипервентиляционный синдром, дисфункциональное дыхание и прочие нарушения, которые обрастают самыми разными симптомами. Например, покалывание, головокружение и еще пока не рассказывают пациенты. Ну и, естественно, плохое качество сна отсюда. Ухудшение всего остального. И наблюдение показывает, что если идет правильное дыхание с удержением дыхания до шести циклов, минуту, это значит, один дыхательный цикл составляет 10 секунд, 6 дыхания в минуту, то такое достаточно простое дыхание снижает напряжение регуляторных систем, тех, которые регулируют состояние через нервную систему, усиление парасимпатических влияний. Помните, мы говорили о том, что симпатическая нервная система, она мобилизует нас, проявляясь в ситуации стресса наиболее ярко, а парасимпатическая та, что успокаивает. И вот редкое глубокое дыхание приводит к улучшению взаимодействия с сердечной и дыхательной системой, что называется респираторно-кардиальной синхронизацией. Ну, понятно, респираторное дыхание, кардиальное сердце, синхронизация взаимодействия. И оптимизация симпатико-парасимпатического баланса. То, к чему многие стремятся, выпивая разные травы, таблетки, регуляция вегетативной нервной системы, можно через дыхание получать без проблем. И как раз согласование между работой и ритмом дыхания сердца является одним из первых признаков при эмоциональном стрессе. Ну, кстати, те, кто пользуется комплексом видопульс, знают, что там вегетативный баланс, можно очень четко проследить время проведения обследования. Как в исходном состоянии, так и на фоне дыхания. Это очень интересно наблюдать, как меняется. Буквально через 5-7 минут спокойного дыхания. А, ну вот, кстати, уже глубже идем в мозг, что поскольку в основе дыхания, в основе стресса лежат эмоции, эмоции влияют на дыхание. Но, как показывает практика, с помощью дыхания мы можем управлять эмоциями. И вот интересная, скажем так, картина в нашей с вами голове. Кора головного мозга – это та зона, которая контролирует состояние эмоций мышления. Дыхание – это дыхательный центр, а между ними, рядом с ними, находится определенная система, лимбическая система. Это очень интересная система, регулирующая все наши внутренние физиологические процессы. И вот перенапряжение, особенно в плане сильных, тяжелых эмоций, они вводят эмоциональную систему, лимбическую систему из равновесия. И, соответственно, если мы умеем как-то себя вводить в спокойное, доброе, уравновешенное состояние, то состояние лимбической системы улучшается. А в чем секрет, в чем важность этой лимбической системы? Ну вот наша с вами голова. Вот это то, в чем мы думаем, эта кора. А это вот комплекс нервных структур. Интересное название – таламус, гиппокампин, долевидная гепатолямус, обгонятельная луковица, кстати. Почему об огонянии будем говорить? Вот этот комплекс нервных структур, он называется лимбическая система, или, как говорил академик Вейн, это глаз мозга, обращенный во внутреннюю среду. Это центр управления нашей с вами вегетативной, растительной, физиологической частью. Не эмоциями, не психикой, а вот тем, чем мы живем – пищеварение, гормоны, сердце, дыхание, температура и прочее, прочее, прочее. И регулировать свое эмоциональное состояние, как показал лауреат Нобелевской премии Роджер Сперри, можно через регуляцию эмоционального состояния определенным образом влиять на состояние в целом этого комплекса лимбической системы, соответственно, и улучшать свое состояние. Ну, это... Знали еще специалисты по йоге, медитации до Нобелевских лауреатов. С чем еще связано дыхание? Очень важный момент, особенно для тех, кто, например, имел черепно-мозговые травмы или боксером достается. Есть такой очень сложный симптом, синдром для лечения у неврологов, синдром внутричерепной гипертензии. Мозг имеет оболочки, между оболочками, как мы говорили, есть спинно-мозговая, черепно-мозговая жидкость, ликвар. Так вот, мозг занимает порядка 80% в полости черепа, кровь 12%, а ликвар 8%. Но вот этот ликвар, он очень важен в плане обеспечения нормального состояния мозга, особенно при каких-то перегрузках, травмах и так далее. И, как показал наш физиолог Барон, интереснейший был ученый, именно дыхание влияет на состояние кровотока и ликвародинамики, то есть движение ликвара по... в пространство между спинно-мозговой, между оболочками черепа. Как вот он описывал, при вдохе кровь оттекает от черепа, мозг несколько, как бы так, как описывают, опадает. Ликвар стремляется в скрывшиеся пространства между оболочками. При выдохе, наоборот, крови наполнение увеличивается и меняется движение ликвара. Поэтому, если есть какие-то головные боли, нередко с этим ходят мамочки с детьми, вот у него там черепное давление, мы не знаем, что там ему пить, ничего не пить, он все время остается. Вот если поставить правильное дыхание, то можно... Проблема, если не полностью решить, то значительно облегчить состояние и ребенка, и взрослого. Кроме внутричерепного давления, дыхание непосредственно влияет на артериальное давление. Как отметил профессор Пескунов в своих трудах, что при носовом дыхании давление в сосудах мозга, оно меняется в соответствии с фазами вдоха-выдоха-чистотой дыхания и понижается и повышается примерно 16 раз в минуту. Я вспоминаю, что в начале 20 века в Америке была издана книга, и она даже была популярна среди медиков, которая называлась «Закрой пасть», так вот в русском переводе. Но там как раз описывалось влияние дыхания на артериальное давление и отрицательные эффекты ртового дыхания, которое приводило к повышению артериолы. К повышению артериального давления. С чем это связано? С тем, что если у человека дыхание нарушено, то дефицит углекислого газа проявляется в том, что он способствует развитию спазма артериол с уменьшением просвета 75-50% от нормы. Это как раз дефицит углекислого газа, который мы не умеем контролировать, потому что нет хеморецепторов. Но если вы умеете управлять дыханием, вы этот дефицит убираете, либо не доходите до него, поэтому с сосудами все будет гораздо лучше. И физиологи, когда посмотрели состояние минутного объема дыхания и состояние в среднем объема вентиляции людей, оказалось, что превышение реального минутного объема дыхания отмечается примерно на 40% людей. И так раз те люди, которые, как говорил Бутейк, уже раздышались, уже вошли в зону глубокого дыхания, а вслед за этим уже потом формируется вторичное нарушение в регуляции давления. Вы будете делать пробу штанги, вот наблюдение, это задержка дыхания на вдохе, оказалось, что у людей с нормальным показателем артериального давления проба штанги примерно в 1,7 раза больше, чем у тех, у кого давление высокое. Чем меньше проба штанги, задержка дыхания на вдохе, тем выше риск развития артериального давления. И взаимодействие легких и сердца появляется в таком очень простом показателе кардиореспираторный индекс. Это соотношение часты сердечных сокращений и часты дыхания. Вот будете писать отчеты, будете проводить тесты с дыханием, можно хотя бы раз в 3 дня вас себе вот этот индекс определять, но в состоянии покоя. Обычно соотношение примерно 4 или 5 соотношения. Ну, если взять часту пульса 60, часто дыхания 12, получается индекс 5. Норма. Если частота 70 и дыхание 20, то уже, конечно, ясно, что идет отклонение от нормы. И кардиограмма показывает, что если вы будете проводить произвольное уменьшение дыхания, ну, в 3-4 раза, например, с 16, там, может быть, до 6, до 8, то особо ритм сердечности не меняется. Но если делаете редкое дыхание, 15 секунд, например, дыхательный цикл, у вас будет такое задание, то немножко меняется сердечный пульс. Он сначала учащается, потом урежается. Но если проводить регуляцию дыхания с редким дыханием в течение, например, 10-15 минут, это позволяет снять даже пароксизмы, сердцебиение, мерцательные ритмии в том числе. Это помогает пациентам, у кого, в общем-то, есть уже опыт после приема таблетки и вызова скорой, не сидеть на диване и ждать смерти, приедать скорой или нет, а проводить регуляцию дыхания и хоть как-то компенсировать появившиеся нарушения. Такие примеры у пациентов бывают постоянно. Показатели, как влияет содержание углекислого газа на сосуды от реальной, уменьшение содержания углекислого газа с 45 до 29 мм, снижение кровоснабжения мозга на треть от нормы. Вот вам прямая долга к инсультам, если человек не умеет дышать. Продолжение следует... Вы будете делать задержки дыхания, они у вас могут быть разные, кто-то поздоровее, кто-то нет. Вот вам показатель того, как меняется содержание кислорода и углекислого газа. Если задержка дыхания, вот показатели тестов, 41 секунда, то содержание, то в альвеолах углекислый газ поднимается до 7%, а кислород падает до 9%. Если у вас задержка дыхания 2 минуты, но здесь больше 126, то углекислый газ еще вырастает до 8%, а кислород падает до 5%. Но 2 минуты, знаете, это... я делаю, но надоедает, потому что последние секунды 15-20, такой же из вредности терпишь, потому что хочется дышать. Но опять же, когда будете делать задержки дыхания, обратите внимание, повышение углекислого газа. В конце хорошей задержки дыхания вас будет немножко бросать, будет появляться ощущение легкого жара. Это как раз расширение капилляров вследствие прямого действия углекислого газа. Почему это происходит? Потому что вот у нас с вами есть микроциркуляторное русло, это то, что в тканях обеспечивает кровоснабжение клеточек. Вот артериальное русло, где идет кровь, богатая кислородом и питательными веществами. Это генозная часть, которая убирает то, что не нужно из клеток. И вот капилляры, потом есть такое понятие, называется сфильтр, или замок, или мышечное образование, которое перекрывает мельчайший сосуд при капиллярах. Вот этот мышечный жом, при капиллярах, сфинктер, он зависит от содержания углекислого газа. Если углекислого газа содержание нормальное, он открывается и кровь хорошо идет к клеткам. Если углекислого газа мало, то кровь проходит мимо клеток. Вот поэтому задержки дыхания помогают открыть капилляры и начать нормальное кровоснабжение тканей клеток. Повышение температуры тела сопровождается повышением содержания углекислого газа то же самое. Физическая активность, мышцы работают, вырабатываются углекислого газа, средствия окисления, ожировки, углеводов, то же самое, с капилляра открываются, и наоборот. Если человек не двигается, гиподинамия, мышцы не работают, углекислого газа мало, капилляры закрыты. Соответственно, и другие близкие процессы, если плохая вентиляция, плохой газобмен, вы можете съесть ведро дефицитных добавок витаминов, вы можете съесть кучу каких-то дефицитных продуктов, но если у вас капиллярное русло не работает, все это пройдет мимо клеток в унитаз. Так что надо думать о дыхании, которое регулирует работу капилляров. Но легкие – это не только орган для вентиляции. Легкие являются, по сути, своим вторым органом по очищению, эндогенный фильтр или вторая печень. Там идет большой объем работы по обеззреживанию каких-то вредных веществ, поступающих к нам с пищей, либо с лекарствами. Там идет преобразование и образование очень важных биологически активных веществ, влияющих на гемодинамику, то есть на кровоснабжение. И вы многие эти вещества, название слышали. Это норадреналин, это адреналин, серотонин, который имеет прямое отношение к нашему эмоциональному тонусу, гистамин, который имеет прямое отношение к нашим реакциям на аллергены, постаглондин – очень активное гормональное соединение. Это по необходимости потом отдельно разберем, чтобы нам сейчас не загружаться. Но помните, что легкие – это не только вентилятор. Это вторая печень. Это образование веществ, которые влияют от простаглондина на кровеносые сосуды и на артериальные давления. Они влияют и на вязкость крови. Поэтому хорошие легкие, здоровые легкие – это гарантия здоровья не только в плане вентиляции, но и в плане сердечно-сосудистой системы. А с возрастом, к сожалению, функции легких страдают. И очень важный момент, который определяет значение дыхания для нормального метаболизма и нормальной работы ферментов, витаминов из области недыхательных функций легких – это связь кислотно-щелочного равновесия. Это важнейший показатель для гомеостаза, для состояния нашей внутренней среды. Показатель соотношения кислот и щелочей. Если pH показателей равен 7, это нейтральная. Может быть, щелочная. Ниже, либо кислотная, либо выше. И стабильность кислотно-щелочного состояния, значит, нашего метаболизма и биохимии наших клеток определяется так называемыми буферными системами, системами, которые обеспечивают стабильность этого показателя. И важнейшая система является бикарбонатная. Система связана с метаболизмом углекислого газа, значит, с дыханием. Кислород. Кислород очень хитрая штука. От природы он полезен тем, что он нам дает возможность окислять глюкозу и жиры и получать АТФ. Но кислород в то же время еще опасен тем, что он идет на образование так называемых свободных радикалов. Вы об этом слышали, что свободные радикалы вызывают окисление различных молекул, мембраны, приводят к массе патологий, в том числе и к онкологическим заболеваниям. Но оказалось, что несмотря на то, что кислород вроде бы опасен в плане образования свободных радикалов, тем не менее, кроме тех химических антиоксидантов, которые нам предлагает фармакология, у нас есть вещество, которое является ингибитором, то есть подавляет образование свободных радикалов. Это углекислый газ. Ну вот активные формы кислорода, если уж мы о них немножко коснулись, это как раз вещества, которые идут в том числе для борьбы с различными бактериями, то есть он найдет, в общем-то, как защитный механизм. Плюс вот отмечают, например, что активные формы кислорода могут имитировать действия различных гормонов, имитируют действия на живые клетки инсулина, то есть какие-то небольшие объемы активных форм кислорода необходимы, но когда их много, тогда уже это приводит к патологии. И вы знаете, есть попытка опроводить оздоровление организма с помощью перекиси водорода. Многие, наверное, слышали, кто-то пробовал. Так вот, если говорить о перекиси водорода, она у нас в организме образуется в большом количестве, и то, что мы там выпьем 50-100 капель, это определенного эффекта, скорее всего, не даст. Но вот касаясь опять эпидемии гриппа, которая сейчас идет, и печальной эпидемии 100 лет назад, есть указания в медицине о том, что когда смертность во время пандемии гриппа испанки достигала 80%, было проведено внутривенное введение слабого раствора перекиси водорода больным в критическом состоянии. Смертность снизилась до 48%. Такие наблюдения есть, но это в основном в хирургии, в лечении хирургических инфекций. Если посмотреть в целом, что у нас в каком количестве, то мы видим, что запас кислорода, его резервы у нас есть в чистом виде, брать в литрах, всего лишь 2 литра. Резервы углекислого газа в разных формах, это и сам углекислый газ, и гидрокарбонаты, и H2CO3 углекислота 123 литра. Поэтому, думая о кислороде, который у нас в принципе и так в достаточном количестве поступает в организм, необходимо заботиться о том, чтобы резервы углекислого газа не снижались. Это и разумная двигательная активность, и правильное питание, и, естественно, правильное дыхание. Вот, когда будете работать в плане выяснения, нужно принимать антиоксиданты или нет, и нисколько, вот конкретное название. Это наши ученые, Коган Горщев и Лисеев, болеющие в Московской медакадемии Сеченова. Отмечено их открытие, как открытие, достойное международного диплома, углекислый газ, универсальный ингибитор, то есть подъявляет генерации, это образование активной формы кислорода клетки. Углекислый газ тормозит образование активной формы кислорода, то есть тех радикалов, которые разрушают организм. В этом месте регулируете дыхание, то свободные радикалы у вас под контролем, а не как террористы, которые рискают, и где угодно, что угодно творят. Про углекислый газ надо все-таки сказать отдельно, что он активно участвует в регуляции дыхания и вентиляции. Он помогает отделяться кислороду от гемоглобина, химические реакции, кислоно-серочной равновесия. Соответственно, если его мало, то все эти процессы страдают. Из нарушения вот этих процессов вентиляции, кислородного снабжения, биохимии и так далее складываются различные процессы патогенеза развития заболеваний. Нервная система, гладкая мускулатура, это пищеварительные системы, бронхиальные мышцы, артериальные сосуды, синтерпрокапилляров, мы с вами уже говорили, борьба со свободными радикалами, это все универсальные функции нашего с вами богатства под названием углекислый газ, который зависит от нашего с вами дыхания. Ну это уже для тех, кто будет общаться, либо читать лекции, возначение углекислого газа, это образование самых разных веществ, глюконоагенез, это образование углеводов, против всего глюкозы, глюкогенез, это образование различных жировых соединений, образование мочевины, пожалуйста, образование малейного углекислого газа, идет биосинтез циклик репса. И обращаю ваше внимание, что есть такая вещь, витамин H или биотин, который активно участвует в реакциях, связанных с углекислым газом. И образуется при здоровой микрофлоре кишечника. Если у вас плохо с микрофлорой, то, пожалуйста, пищевые продукты, молочнокислая, квашеная капуста помогают улучшить биосинтез биотина. А также печень, почки, бобовые, цветная капуста, все это под рукой. Если проблемы какие-то были, но обратите внимание, местные на два на гречих употребления. Оксид азота, как фактор важнейший для иммунной системы, мы уже говорили о том, что образуется 90%, но что очень важно, что он даже влияет на размножение вируса СПИДа. Эту ссылку я специально дал из иностранного журнала, очень серьезного, чтобы было понятно, что это не бабушкина сказка. Поэтому, если пациент обращается к мне с гепатитом, иногда кто-то проспит, говорит, дышите, хуже не будет, польза будет, а там сами будете. И у нас еще один миф в отношении дыхания и дипоксии, что в Тесагорье там мало кислорода, поэтому тибетцы много живут. Когда стали исследовать более серьезно организм долгожителей Тибета, мы уже знаем, что есть оксид азота, который имеет важное защитение. Казалось, что у тибетцев содержание оксида азота больше, чем у нас с вами. И во много раз, даже вот были наблюдения, когда содержание оксида азота у некоторых тибетцев в 10 раз выше нормы для жителей Равнины. Это обеспечит их хороший, в общем-то, тонус там, где нам сами жить очень трудно. Про оксид азота мы уже говорили. Кроме того, что дыхание помогает иммунитету через оксид азота, вот интересное наблюдение, которое нас подводит к влиянию дыхания на иммунитет, как дыхание помогает иммунитету. Изменение респираторного сопротивления, то есть дыхание сопротивления, можно использовать для управления механизмами неспецифической резистентности, то есть общей сопротивляемости. И рецептивные дыхательные нагрузки, то есть дыхание с сопротивлением, необходимо включать как элемент дыхательной гимнастики для управления метаболическими, то есть обменными функциями легких. Это дешевле, это надежнее, нет побочных явлений, в отличие от фармакотерапии. Это результаты кандидатской диссертации. Днение ученого. Поэтому, если вам хочется быть здоровыми, дыхание с сопротивлением, самое первое, что можно предложить. Я и внучке, и внуку уже в полтора-два года давал свистульки, и все остальное и радовались. Вспомните советское прошлое, мы всегда бегали, сами делали свистульки, либо продавались на каждом шагу и незаметно для себя, и баловались, и тренировали дыхание. В целом дыхание, это биологические процессы важнейшие, кислородный баланс, сменен, висческий сонно-селочной урон, весит, терморегуляция, и психофизический, сон, память, внимание, вентиляция, микроциркуляция, диапазон и активность адаптационных реакций и физическая работоспособность. Поэтому, независимо от того, интеллигент вы или грузчик на каком-то производстве, работаете вы по смену, либо стабильно, дыхание в любой ситуации имеет важное значение для обеспечения хорошего здоровья, особенно для тех, кто работает по сменам, потому что биоритмы сбиваются, а потом на фоне нарушения биоритма, все остальное в виде тяжелых болезней появляется. Именно потому, что дыхание влияет на все органы системы, разработаны определенные подходы к регуляции дыхания. Это безаппаратные методы, мы знаем традиционный цигун Шузаншин и Пранаяма, это европейские методики Кофлера, Лобанова, БТ, Кабуланов, призвольно-оптимальное уменьшение дыхания, Стрельникова, холотропное дыхание, ГРФ, рыдающее, и разные аппаратные методы, потому что наблюдения над людьми, работающими в определенных условиях, это и противогазы, и духовые инструменты, и прочее, и прочее, показали, что можно использовать специальные, достаточно простые, иногда сложные устройства для тренировки дыхания. Дополнительное дыхательное пространство, самый простой вариант, это бутылка пластиковая, гипосекраторы, дыхательные тренажеры, вот огромное количество тренажеров, которые на западе идут, и наши российские ТИК, Арбоник, Самоздрав, мы основной о них, скажем, поговорим. Но, важно ведь не только, чем мы пользуемся, а какие факторы мы включаем в тренировку, какие факторы можно использовать в тренировке, поскольку дыхание процесс сложный, имеющие разные степени, мы говорили про паттерн дыхания, это чистота, глубина, длительность, ритмичность и так далее, можно использовать изменение содержания кислорода, включая хеморецепторный контур, гиперкактнический стимул, если углекислого газа, больше становится гиповентиляция, механический рецептор, включаяся гипервентиляция, то же самое, частота дыхания, больше-меньше сопротивление на вдохе, сопротивление на выдохе. И эти факторы где-то можно использовать по отдельности, в виде методик либо приборов, либо эти факторы можно использовать одновременно, используя какие-то несложные тренажеры, и один из таких вариантов, который позволяет фактически все вот эти факторы включить во время одной тренировки, это наш российский дыхательный тренажер Фролова, модель современной IT-ингалята тренажеры индивидуальной, которая идет и в России за рубежом уже не один год, как общепризнанное простое, домашнее, портативное и практическое устройство тренировки дыхания. В целом, еще раз напомню, функциональный дыхательный систем это легочное дыхание, это газообмен в легких, это транспорт газов в ткани, это обмен газов в клетках в тканях и внутреннее дыхание, то есть клеточное дыхание, окисление, потребление глюкозы, кислорода и образование АТФ как источника энергии. И все вот эти моменты, все эти стороны дыхания, они изменяются в процессе регуляции дыхания, то есть регуляция дыхания, это не просто больше вдохнул, меньше выдохнул, это влияние на все этапы функциональной, на все части функциональной дыхательной системы, от носа, от легких, до клеток. Еще раз напомню, что больше всего кислорода потребляет мозг, поэтому он наиболее зависим от кислородного голодания и наиболее быстрее активнее реагирует на регуляцию дыхания. Что нужно будет сделать в начале ваших практических занятий и в дальнейшем? Вы получите план занятий на неделю, каждому на почту вышли, пришлете отчет через неделю, получите план на вторую неделю, потом уже подведем итоги. Самые простые пробы, которые будете давать своим пациентам, задержка дыхания на вдохе, проба штанги, это у нас здесь и писано, задержка дыхания после выдоха, проба генча. Рекомендую делать их в спокойном состоянии, лучше утром натощак, и интервал между одной пробой и второй минимум 5-10 минут. Почему? Потому что если вы дали задержку дыхания, возбуждается хеморецептор, возбуждается дыхательный центр, и нужно время, чтобы он пришел в равновесие. Тогда вторая проба будет достоверна. Если сделать сначала задержку на вдохе, а потом через 5 секунд задержка на выдохе, у вас будет перевозбуждение, дыхание сорвется, проба будет недостоверна. И тоже очень простой тест, кроме кардиореспиркторного индекса, устойчивость организма к кислородной задолженности. Делайте пробу штанги, потом созноситесь с пульсом и считаете, и определите для себя правильнее вашего здоровья. По этому параметру. Но делайте пробы задержки вдоха и выдоха с закрытыми глазами, ни о чем не думая, ничего не слушая. Ну, может быть, первые пробы сделайте закрытым носом, потом лучше не закрывать. Уже будете чувствовать дыхание. А если будете закрывать, то не максимально зажимайте ноздри, а немножко перекройте пальцами в выходные отверстия и все. Потому что, если вы сильно зажмете ноздри, будет возбуждение респектурных клеток на слизи оболочки носа, это даст некоторые искажения в проведении пробы. Как Бутейк определял углекислый газ? Он определил углекислый газ своим подходом, он определил его в открытой методике, которую запатентовал. Есть способ определения содержания углекислого газа в альвеолярном воздухе. Эта формула очень простая. Есть исходный показатель 3,5 P0 и коэффициент 0,05 и T это максимальная задержка дыхания после выдоха. То есть проба генщи. Можете этой пробой воспользоваться дополнительно тем тестом. И уже подходим к регуляции дыхания по идее Бутейка. Вы на второй неделе, скорее всего, будете этим заниматься. Как Бутейк оценивал дыхание? Что? Вы делаете пробу, остановили дыхание, первое время сидите, ничего не чувствуете, как я говорю, ни в одном глазу. Это контрольная пауза, легкая часть. Здесь накапливается углекислый газ, вы дальше терпите с усилием воли, это волевая пауза. Все это составляет максимальную паузу по Бутейку, но не задержка дыхания. Задержка дыхания, когда вы вообще до упора потом не можете дышаться. Так вот, при измерении дыхания уже потом с практикой метода Бутейка задержку дыхания не делаем. Делаем как тест, контрольную паузу, как тест, определяющий резервы, это максимальную паузу. Свой способ Бутейка запатентовал, но он назвал его способ лечения гемогипокорбии. Гемогипокорбия это состояние с пониженным содержанием углекислого газа в крови. Гемокровь в гипо это низкий корбии, это углекислый газ. Способ, если говорить кратко, он свойствует тому, что человек учится расслабляя мускулатуру уменьшать объем вдоха и выдоха. Если вы делаете способ Бутейка правильно, то у вас появляется чувство, как будто не хватает воздуха, потому что немножко накапливается угли. Если газ, он отсуждает хеморецепторы, о которых мы говорили. Но должно быть чувство легкой нехватки воздуха, в котором вы находитесь 5, 10, 15, 20 минут. Немножко не додыхиваешь, немножко себя придушил. И если вы посмотрите какую-то бестолковую рекламу метода Бутейка, вы видите, что там сидит человек, у него зажат нос. Я считаю, что метод Бутейка задержки носа нет. Метод Бутейка это уменьшение глубины вдоха и выдоха, а пауза измеряет качество дыхания. Ну, как термометр измеряет, например, температуру тела. Графически все это выглядит просто. Потом, когда будет домашнее задание, к этому рисунку вернетесь. Сидите спокойно, потом остановили дыхание, в спокойном состоянии, там же само остановилось, посидели, потерпели, когда будет чувство нехватки воздуха, вот накопился углекислый газ, и потом дышишь меньше. Вдох, меньше, выдох. Оно становится немножко чаще, но чувство нехватки воздуха как показатель того, что у вас углекислый газ остался, накопился, остается. И в таком состоянии 20-30 минут. Первое время тяжело, потом как-то немножко привыкаешь уже, потому что идет адаптация дыхательного центра, рецепторов и психики. Многие люди боятся чувства нехватки воздуха, для них это в принципе как сигнал, состоящий из пятки. Особенно часто с этим стало сложно, когда работаешь с больными астмой. Те вообще в панику впадают, почему и злоупотребляют ингаляторами. Если кратко, то у нас есть способ этого уменьшения глубины дыхания. Например, заболела голова, мне очень интересно, женщина была здесь, на Сибирске у нее парастезия, это непонятное ощущение и раздражение от любого даже, скажем, хорошего шелкового постельного белья, это складка какая-то и появляется от сразу раздражения. Никто ничего не мог найти, но она меня поняла, мы научились смотреть вот эти парастезии, дыхание. Вот уже год ходит, довольно пошла даже на работу, до этого не могла работать. Ну, что стыдно, потому что все время где-то что-то чешется, мешает и так далее. Сначала учитесь снимать симптомы, например, заложность носа. Вот если у кого-то сейчас плохо дышит нос в эти дни, включайте нос, как светофор, если углекислого газа мало, он начинает дышать в хуже все. Все ли дыхание по бутейке вошли, углекислый газ накапливается, слизистая начинает менять состояние и дыхание улучшается буквально на глазах. Потом уже переходите к регулярным тренировкам, ну, недельки, через две дни раньше. А метод бутейка, я уже говорил о том, что вот он выявил определенные факторы, которые углубляют дыхание, либо уменьшают, поэтому метод бутейка это кроме способа регуляции дыхания, вам нужно брать факторы, которые нарушают дыхание и факторы, которые помогают улучшить дыхание и использовать. Ну, в принципе, это система здорового образа жизни. Ну, многие факторы из них вам уже известны. Кто-то и голодал, кто-то на сырой денег, кто-то на неправильности и так далее. Интереснейшая тема, которая все-таки получила хорошее практическое научное развитие дыхательная гимнастика Стрельниковой. Оценность в том, что здесь тоже формировка не совсем верная, на мой взгляд, потому что дыхательная гимнастика тут не совсем то. Что гимнастика, да, потому что при методике Стрельниковой выполняется большое количество активных физических движений, мышечных, активных, энергичных. Но при этом на фоне активных мы помним, что если человек физически работает, мышцы работают, где-то к усилению гликозы и жиров, образуется углекислый газ. То есть при активном образовании, при активном движении мышцам образуется много углекислого газа. И в обычных условиях мы начинаем дышать глубже, чтобы избыток углекислого газа сбросить. А в дыхательной гимнастике Стрельниковой наоборот вдох должен быть короткий. Поэтому называется парадоксальная дыхательная гимнастика, что вдох небольшой, выдох тоже ограниченный. И самый основной технический момент это короткий отрывистый вдох. Резкий, шумный. Ну вот я сейчас вам просто попробую его через звук передать. Как и говорил Стрельникова, думайте только вдохи, тренируйте только вдохи, считайте только вдохи короткие, шумные, нюхайте, нюхайте, нюхайте. Получается, что если мы двигаемся, активный физический углекислый газ нарабатывается в большом количестве, если мы делаем короткий вдох, вот такой, и вы сделаете, вы увидите, что у вас крылья носа сжимаются, почему возникает звук, потому что уменьшается просвет вдоха и объем вдоха, и выдох меньше, и получается, что идет накопление углекислого газа, и уменьшается его потеря. Это одно. Второй момент, в котором пока никто не говорит, я на это обратил внимание не так давно, что при активном движении воздуха через нос возбуждается рецепторы, которые находятся на слизистоноса, они дают импульс, головной мозг тонизирует. Мозг, помните, та ретикулярная формация, которую я показывал рядом с дыхательными нейронами, вот идет повышение тонуса ретикулярной формации и активация ее. Но в целом методика интересная. Она интересна особенно для детей, работает неплохо, получила немало положительных отзывов после клинических исследований, в том числе при туберкулезе. И, наверное, единственное противопоказание это кровотечение дыхательного либо из органов мышной полосы, потому что там активно идет движение. И, тем не менее, несмотря на то, что активное движение и так далее, диафрагмальное дыхание и у стрельника является обязательным элементом. Без этого нет правильной дыхательной гимнастики. И перед перерывом еще один маленький момент. Это из нашей российской практики есть такая методика. Ну, вот вначале мы уже с вами говорили о том, что есть такой миф дышите глубже. Не совсем правильная установка. А физиологи Гневушев и некоторые другие, а Гожанян там участвовал, показали, что можно использовать методику, которую назвали произвольное управление минутным объемом дыхания или произвольное оптимальное уменьшение минутного объема дыхания. Две хромировки я встречал. В этой методике показано, что можно улучшать состояние вентиляции, общего тонуса и прочее, если уменьшать объем дыхания таким способом, что использовать вдыхание воздуха тонкой струей с увеличением продолжительности вдоха до 7 до 10 секунд. У вас в домашнем задании будет увеличение длительности вдоха. Вдох производится медленно, выдох пассивно. Тренировка три раза в день до 10 минут. В общем, ничего сложного. Но когда использовали у студентов, еще там в некоторых других группах, показалось, что вот это дыхание дает эффект хороший. Почему? Потому что, посмотрите, если даже вдох, пусть будет 7 секунд, выдох обычный, 3 секунды, уже 10 секунд дыхательный цикл, уже 6 дыхания, минут уже дыхание становится реже. А от ритма дыхания зависит ритм работы мозга, энцефалограммы, тот самый паттерн дыхания, который мы уже упоминали. На этом мы уйдем на перерыв. Дальше будет уже в основном больше практики. Но без понимания основ того, что такое дыхание, как оно работает, с чем оно связано, говорить о практике не совсем верно. Тем более, что вам придется работать с пациентами, поэтому я вот так достаточно много разных слайдов дал, чтобы у вас было под рукой практическое пособие. Перерыв в пределах трех минут, максимум пяти, поэтому походили, в туалет чайку выпили, потом сели и сделайте два, три, ну, может быть, пять циклов по стрельнику и по шмагу и носам пойдет на пользу. Перерыв. Кому дыханию тренировать по отдельности, либо все это аккуратно соединить в одной методике. Если мы используем отдельный фактор для тренировки дыхания, то это так постепенно увеличит нашу тренированность. Если мы используем все эти факторы вместе, они работают одновременно, это называется синергия. И если мы во время одного сеанса тренировки используем ряд факторов одновременно, я это называю сочетанный респираторный тренинг. Это известный термин из физиологии дыхания. Для того, чтобы просто удобно и недорого использовать накопленные знания и опыт регуляции дыхания, был разработан дыхательный тренажер, который сейчас имеет название ИТИ, индивидуальный тренажер-инкалятор. Торговая марка дыхательный тренажер Фролова. Имеется наружный контейнер, стакан, в него заливается немножко определен объем воды. Внутренний стакан, где имеется дно, состоящее из трех ступенек и по центру по кругу имеется отверстие, то есть воздух может циркулировать на вдохе, на выдохе, в том числе через воду, потому что воды немного. Естественно, трубочка, под которой воздушная смесь перемещается. И учитывая, что ароматические масла имеют важное значение для здоровья, для лечения болезней, в том числе начиная с дыхательной патологии, имеется специальная вставка для эфирных масел. Поэтому тренажер и ингалятор. Позволяет проводить тренировки дыхания, если наливаем воду. Ингаляция отдельно с растворами либо с травами и сочетанная ингаляция с эфирными маслами. Работает по довольно простому принципу. Наливаем воду и делаем выдох-выдох через воду. Тренируется мускулатура дыхательная, включается механо-рецепторный контур, выполняется тренировка дыхания диафрагмального на выдох удлиненный, то есть дыхание получается редким и экономным. За счет того, что идет циркуляция воздуха через массу воды идет немножко вибрация воздушного столба в аппарате и в дыхательных путях эффект флаттера вибрация, что помогает хорошо легкие очищать. И если мы делаем длинный выдох, медленный длинный выдох, то в конце выдоха снижается содержание кислородов легких, возникает гипоксический стимул, а когда мы делаем выдох, часть углекислого газа, который мы выдохнули остается в аппарате а потом делаем вдох, то идет тренировка с накоплением углекислого газа гиперкапническая. Поэтому сразу выполняются несколько моментов тренировки дыхания по гипоксии, по углекислому газу, по сопротивлению дыханию, по редкому дыханию, все это в одной методике, которая имеет статус медицинской технологии. Показания элементарные, основные это бронхиальная патология, легочная патология, гипертония, стенокардия, викитотестония. Можно еще было десяток проводить исследований, но чем больше исследований, тем дороже прибор, поэтому остановились на базовых основных, наиболее массовых. Ну и как профилактическое средство, потому что адаптация гипоксии дает очень хороший эффект адаптации к другим негативным факторам, это феномен перекрестной адаптации, поэтому это идет и людям для оздоровления и спортсмена для повышения физической выносливости и восстановления и как средство профилактики либо лечения стрессов с нарушением. Противопоказания обычные для таких методик это острое состояние, потому что это все-таки дыхательная гимнастика, это лечебная физкультура, это патология легких сердцев в стадии декомпенсации, вторая степень, когда нужна интенсивная терапия, реанимация, легочное кровотечение и кровохракивание, кардиостимулятор чисто формально приписали, но это было 10 лет назад, сейчас такие кардиостимуляторы, что их можно спокойно использовать в дыхании сразу после имплантации. Общие для физиотерапии, это как правило тяжелые онкологические заболевания, возраст менее 6 лет, потому что были исследования в клинике с детьми от 6 лет и старше, я своим внучке, внуку 2-3 года давал и дети есть в 4-5 лет осматики дышат, получается, надо просто настроить родители прежде всего. Что происходит? Основной курс до 30 минут, не надо дышать 10 часов в день, максимум 30 минут вечером перед сном. Когда вы дыхание отрегулировали, организм вошел в норму показателей по газообмену, кислотно-селесной равновесии, артериальное давление и так далее, занимайтесь профилактикой 2-3 раза в неделю. То есть нет необходимости жестко каждый день, как отчаянаш утром, днем и вечером. Привели здоровье в порядок, дальше его поддерживаем профилактическим режимом дыхания. Вдох диафрагмальный, через нос или через рот, если на аппарате через воду, обычно 2-3 секунды, а вот выдох постепенно удлиняем 10, 15, 20, 30, может быть 40, 50, 60 секунд, ну кто как тренируется, кому какие цели и задачи поставлены. Совмещается с любыми приборами, методиками, не страшно. Работают факторы углекислый газ, гиперкапни, сопротивление на вдохе потому что вдыхаем через воду, сопротивление на выдохе вдыхаем через воду, флаттер это вибрация воды и воздушного столба, диафрагмальный ралкансонный тип дыхания оптимальный для седативного эффекта, дополнительный объем, это объем тренажера и трубки 360 сантиметров, тоже дает определенную тренировку и умещение чистой дыхания, дыхание становится потом в покое и без аппарата, оно становится другим, ровным, редким, ритмичным. Почему? Потому что, помните, мы говорили про дыхательный центр, пока вы дышите 30 минут на тренажере, дыхательный центр, этот нейронный ансамбль запоминает эту новую программу, этот новый паттерн дыхания, он потом становится привычным. Но дышите меньше и реже, чувствуйте себя лучше, потому что дыхание становится экономным. Это вот опять повторение того, что идет сочетание ряда факторов тренировки и вот я отдельно красным написал коррекция гиппокапнии. Гиппо это низкокапнии, это углекислый газ. Проблема, которую решал Бутейко за счет своей методики или некоторые другие специалисты в другом варианте пытаются накапливать углекислый газ с помощью других каких-то приспособлений. Здесь в диссертации, которая была выполнена на кафедре физиологии, четко доказано, что курс дыхания с использованием тренажера позволяет восстановить нормальное содержание углекислого газа. Поэтому целесопразно использовать дыхательный тренажер при гиппокапнии при дефиците углекислого газа, при болезни глубокого дыхания, как говорил Бутейко, либо, говоря другими словами, при гипервентиляционном синдроме. В чем это выполняется очень просто в домашних условиях без напряжения, без суеты. Даже в положении лежа можно дышать. Вот важный момент, когда мы делаем вдох-выдох через аппарат, это называется возвратное дыхание. Я смотрел специальное исследование по вот этим вариантам дыхания, где было доказано, что если используется гипоксический и гиперкапнический стимул, то что у нас есть, то это подавляет ингибирующие влияния оказывается на процессы перекисления и кислений и липидов, значит на образование тех же опять опасных, вредных, свободных радикалов. Поэтому, как отмечают специалисты, что возвратное дыхание может быть использовано как метод влияния на липидный состав крови. А вы вспомните, сколько лекарств для борьбы с радикалами, холестеринами в аптеках с залежей у лиц пожилого возраста и эффект тренировок, даже если провели цикл там 15 занятий, 20 занятий, до двух месяцев сохраняется. Если будете дышать там раз в три дня, то это у нас будет надолго, на всю оставшуюся жизнь, пока занимаетесь дыханием. Это как раз подтверждение того, что дыхание процесс метаболический внутриклеточный и внешнее дыхание как способ, как точка опоры. Начинаем регулировать дыхание, достигаем эффекта метаболического уровня клеток. Специально посмотрели детей и оказалось, что у детей с банхиальной астмой, с аллергической формой астмы, если проводить занятия на тренажере по определенной методике, это оказывает эффект иммунокоррегирующий и противовоспалительное действие. Значит, естественно, состояние детей улучшается, астма либо уходит, либо перестает мучить ребенка. Разные дети, разные родители, разные формы. Но влияние на иммунную систему однозначно, достоверно доказано. И поскольку мы говорили о том, что дыхание это процесс, метаболизм, образование, а донсинтрифорсной кислоты это энергообмен, вот еще в 2007 год мое исследование в Петербурге делали. Есть аппарат газоразрядной визуализации аппарата Короткова, который регистрирует ауру. В принципе, уже устоявшаяся методика, никто не удивляется, знает, что все это уже протестировано. Вот пациент исходно был до дыхания, средний возраст и средний диагноз вегетодистонии по центральному типу. И первый раз в жизни он подышал на тренажере 20 минут. Уже через час вон сколько. То есть мы думали, что эффект будет краткосрочный, а у него пошло улучшение энергообмена и ауру, и нарастание шло до часа еще после тренировки. Это говорит о том, что через дыхательную тренировку мы стимулируем процессы энергообразования и распределения энергии по всему нашему с вами организму, зависящему от дыхания. Но поскольку мы не единственные на рынке, и был вопрос от одного из учебников, участников вебинара, как я понял, он доктор про самоздрав. Я в двух словах скажу немножко о другой теме, которая не совсем пока доработана. Есть такой приборчик называется самоздрав. Но это ребята, которые когда-то вместе с нами начинали делать тренажер фролова. Здесь близкий один к одному похожий на наш тренажер. Два контейнера, трубочка и здесь наружная емкость. До 13-го года самоздрав не имел статуса дыхательного тренажера. В конце концов, они какую-то там что-то провели и получили документы на дыхательный тренажер. Но на сайте производителя ни одного клинического акта, ни даже названия, где проводили клинические исследования, не нашел. Это наводит на определенные размышления, как это все делается в России, вы знаете, из центрального телевидения. Вот. Есть показания, есть противопоказания. Если есть показания, противопоказания, должно быть клинические исследования, где все это обозначено. Я не нашел. Никто мне об этом не говорил. Получается, что здесь два стакана без воды и человек дышит, наружная емкость, которая дает определенное накопление углекислого газа. Вот я это просто заменял обычной бутылкой полутора, двух, трехлитровой, пятилитровой. Дает возвратное дыхание с накоплением углекислого газа. Ну прибор на рынке есть, вопрос глупый, поэтому я вам о нем кратко говорю. Но здесь нет техники диафрагмального дыхания, здесь вообще на дыхание ничто, никакого внимания не обращается. И сегодня я специально зашел еще на сайт производителя тренажера, посмотрел инструкцию ПДФ, там четвертый этап, которым заливается три столовых ложки теплой кипяченой воды, все-таки дыхание через воду, потому что начинали там и вместе на тренажере. Но я знаю, что ложки у всех разные. Во-первых, а во-вторых, если это медицина, то должна быть точностью. Вот если мы пишем в инструкциях 20 миллилитров, 21, 25, так мы специально медицинку вкладываем. Вот у тети Маши может быть, как у меня, еще советских времен столовая ложка, она большая, а у дяди Пети, она может быть, вот вчера купил, она там на 5 миллилитров меньше. Поэтому вот это вот произвольное регулирование какими-то ложками, из которых вода может выливаться, это уже не медицинский подход, если говорить честно. Самое интересное, смотрите, четвертый этап в инструкции написан, больше не пишется в инструкции. А поскольку я с темой работаю давно, у меня есть в архиве диссертация, кандидатская диссертация Стрелков. Это сын Стрелкова, который гипокситерапией занимался. Там есть исследование, в том числе, по самоздраву. И вот пункт второй. Там пишется в диссертации, что пятый режим дыхания на самоздраве дает тренировку дыхания. Получается, что в кандидатской диссертации пятый режим упоминается, а в инструкции производителя только четыре режима. Вот уже путаница. Ну, в принципе, если кто-то из пациентов пользуется, ну пусть пользуется. Если не пользуется, то все-таки более проверенный и более надежный это дыхательный тренажер шалов. Это уже практика показала. Ну, что интересно в диссертации Стрелкова, я почему ее сюда привел, что здесь есть еще исследование возвратного дыхания. Но если у нас на тренажере там некоторая есть циркуляция и связь с атмосферой, то возвратное дыхание здесь не проводили в мешок объемом 5 литров. Ну, это известный способ из психиатрии для коррекции панического состояния во время панической дышки, когда пациенту просто дуют в мешок. Дыши в него и вдыхай, выдыхай туда. Получается возвратное дыхание. И оказалось, что если человек дышит таким возвратным дыханием в мешок объемом 5 литров, то у него минутный объем дыхания мод возрастает в 7 раз и углекислый газ вырастает до 47 миллиметров штутного столба. Это высокий уровень, хороший. Так что, если кто-то из ваших пациентов, знакомых, страдает такими паническими атаками, пусть какой-нибудь полиэтиленовый мешок с собой имеет под рукой. Его можно приспособить на какую-нибудь трубочку примотать, чтобы было проще. Но это действительно помогает через воздействие углекислого газа на гладкие мышцы, на артериолы и в том числе на нервные структуры, потому что воздействовать и снимать средства напряжения. Известен в наркологии такое исследование, такое понятие гомологичный ряд наркотиков, правило Ричардсона. Оказалось, что по своему действию углекислый газ похож на все остальные наркотики. В малых дозах стимулирует, в больших дозах угнетает нервную систему. Но большие дозы дыханием накачать сложно, а малые и средние дозы при возвратном дыхании, как раз такое мягкое атомизирующее действие на мозг дают и панику позволяют устранить. Так, мне должны сейчас переключить. Хорошо, вторая часть пошла, как раз переход в самоздрава. Так вот, возвратное дыхание и дополнительный объем, это в медицине называется дыхание через дозируемое мертвое пространство. Но мертвое пространство анатомическое, вы помните, это трахея бронхи 150 миллилитров. А то, что снаружи, емкость или бутылка, или даже дыхательный тренажер, это дополнительное мертвое пространство. Более детальное описание медицинское, но в исследовании я нашел, что используют емкости с постепенным увеличением объема от 100 миллилитров. Но это может быть больные со слабыми легкими, либо дети. И до двух литров. Постепенно увеличение вот этого объема позволяет, как бы так, увеличивать тренировку в плане гипоксии и кислородное оглодание легкой и гиперкокнин, накопления углекислого газа. При этом улучшается самочувствие больных, уменьшается одышка, потому что дыхательный центр более тренирован, и он лучше выдерживает колебания кислорода углекислого газа. Реже возникает приступ по удушью. Вот это самый простой, скажем так, способ аппаратной тренировки дыхания. Минеральной воды купить не проблема, бутылки разного объема от 0,25 до 3 литров, а то и больше. Вот это вариант, скажем так, промежуточный между домашней медициной, регуляцией дыхания и медицинской новкой, которая позволила запатентовать определенные приборы. Показания к дыханию с дополнительным мертвым пространством, это все варианты бронхиальной астмы без тяжелых нарушений и различные нарушения, связанные с проблемами уже газообмена, дыхательной недостаточность и толстый список показаний, видите. Противопоказания это тяжелые нарушения функций легких сердца, низкое содержание кислорода в крови, 60 и ниже это уже и в реанимацию, хронические, ну в общем-то все заболевания, которые уже требуют вызова, либо скорой помощи, либо нотариуса. Вот вариант дыхания с дополнительным мертвым пространством, я проводил здесь у нас, это обычная бутыль пятилитровая из питьевой воды, это дыхательная трубка дыхательного тренажера Фролова, но я здесь специально делал небольшие отверстия, чтобы все-таки была лучше циркуляция с атмосферным воздухом, чтобы можно было больше сидеть, потому что на объеме 5 литров, ну, час или полчаса не просидишь. Очень быстро настоят углекислый газ. Когда делаешь маленькие отверстия, обычно, либо гвоздиком, легкая диффузия идет, но углекислый газ накапливается и идет дыхание с гипоксией, с гиперкрепнением, но без перевозбуждения дыхательного центра. У меня даже дети с этим, с этой бутылью баловались. Получается, что-то выглядит не солидно, не похоже на медицинский прибор. Если будете практиковать, смотрите, что если увеличиваете, берете бутылку емкости полтора литра, то содержание углекислого газа будет увеличиться до полутора процентов. Если увеличиваете до полутора литра, то два процента. Ну, максимум до трех, больше обычно не требуется. Все-таки важна именно техника дыхания, а не просто гонять воздух через меньшую емкость. Но регуляция дыхания в таком плане с медленным дыханием, это действительно способ управления стрессом. Академик Вейна, о котором я уже говорил, ведущий специалист по генетативной нервной системе и патологии дыхания, в том числе у него очень хорошая книга для врачей нерогена гипервентиляция. Он там четко пишет, что такое дыхание, вызывает определенный рефлекс, называется генегабреера, который снижает активность ретикулярной формации. Мы с вами ее видели на картинке, где дыхательный центр. И позволяет стабилизировать психические процессы. А соотношение, когда выдох длиннее вдоха, способствует состоянию расслабленности. А медленный паттерн дыхания, то есть редкое дыхание с длинным выдохом, как раз и позволяет разрушить, то есть удалить патологический стереотип дыхания и установить нормальный паттерн. Для больных, которые ходят кругами по невропатологам и кардиологам и психиатрам, это очень важное правило, но медицина дыханием не занимается. Поэтому спасение болящих, дело самих болящих. В общем, когда говорят о дыхательных упражнениях, говорят о том, что в принципе дыхательные упражнения все дают изменения газообмена. Если говорить отдельно о пранаяме, это можно полдня отвести, поэтому кратко аннотация в этом плане, что при выполнении упражнений из раздела пранаямы, вы знаете, есть отношение 16 вдох, задержка 64, может быть выдох 32, отношение 1,4,2. То есть редкое дыхание, длинный дыхательный цикл. И вентиляция легких при такой длительности дыхательного цикла становится предельно малой, что обеспечит накопление углекислого газа и, соответственно, некоторое снижение содержания кислорода. Вот по Стрельниковой проводили исследования по газообмену, оказалось, что при выполнении 1200 движений, помните, я говорил, что Стрельниковой это очень много движений, активная мышечная работа, напряжение углекислого газа достигает до 48 мм туртного столба. Это примерно тот уровень, который мы смотрели, там вот был слайд, помните, апноэ, 126 секунд, 2 минуты. Получается, что при Стрельниковой такой же объем, такой же уровень углекислого газа возникает при длительном выполнении гимнастики. Ну, значит, соответственно, потом и в состоянии покоя организм и дыхательный центр более устойчив, потому что это для него уже норма. Ну, проблема в том, что стареет все, и дыхательная система с возрастом тоже стареет, уменьшается глубина вдоха, если не заниматься дыханием. Снижаются показатели максимальной вентиляции легких, ухудшается кровоток в легких, снижается парциальное давление кислорода в крови. Это как раз наблюдение над теми, кто не занимался. Но если вы занимаетесь дыханием, особенно сопротивлением, как на дыхательном тренажере в шалове, у вас легкие при дыхании и сопротивлении всегда время тренировки расправляются. Дыхание диафрагмальное с хорошим поджатием живота максимально хорошо прокачивает всю кровь через легочные сосуды, поэтому у вас функция дыхания даже в возрасте 80 и больше лет есть пациента, она достаточно хорошая. Мой самый любимый пациент в Америке живет после тяжелых кардиологических проблем в 1984 год, Валентин Антонинович у нее задержка штанги отпробована вдохе до 2 минут. Так что по паспорту 80 с лишним лет, а по самочувствию лет как 55-60 и больше. И про сердце я больной уже забыл. В домашнем задании я вам дам самый простой, понятный вариант тренировки дыхания, который я протестировал и занимались пациенты. Я это называю методику пневмобаланс, потому что регуляция дыхания дает баланс по всем системам, во всем организме. И на названии методики пневмобаланс меня натолкнуло название в Германии, это точно, по-моему еще в некоторых странах Европы специалистов, которые занимаются обучением пациентов регуляцией дыхания, называют пневмопеды. Понимаю, это воздух, это дыхание, педы это педагог преподавания. Поэтому у нас пневмобаланс это регуляция дыхания для баланса и дыхания организма. Двухфазная и трехфазная. Двухфазная, если у нас только цикл состоит из двух частей, из двухфаз, вдоха и выдоха. Трехфазная, если вдох, выдох и пауза. Будем практиковать только дыхание пока через нос, потом уже дальше может быть пойдете. И помните о том, что если вы делаете дыхание двухфазное, у вас вдох и длинный выдох с поджатием живота. Хорошо поджимаем живот, наводим талию. Если вы делаете трехфазное дыхание, вы делаете активный вдох, спокойный, средний выдох. И там, где живот сам остановится, дыхание само успокоится, делаете паузу. Но обращаю ваше внимание, что пауза это легкая остановка дыхания, это не задержка до упора. Вот здесь сразу надо понять. Задержка дыхания это интервал остановки дыхания, после которого дыхание срывается, вы не можете им управлять. Если вы делаете паузу, это состояние, которое вы переносите комфортно и после которого вы можете спокойно выполнять произвольный вдох либо выдох. То есть не насилуем дыхание, а очень мягко с ним работаем. Вот сейчас на графике посмотрим, чтобы сориентироваться. Вот волна, вот он плавный, плавный вдох, выдох тоже плавный, медленный, чуть подлиннее, опять вдох, плавный выдох. Как вы делаете это все либо подсчет, либо по ударам сердца все хорошо расслабитесь, но чувствуется вдох-выдох-пооза и сердце с погодой работает. Это двухфазное. Если вы делаете трехфазное, вот у вас пошел вдох, живот вперед, диафрагма опустилась, пошел выдох, легкие сами сокращаются, животные диафрагмы расслаблены и вот здесь легкие в точке равновесия, ни вдох, ни выдох, вы просто отдыхаете. Вот слово отдых в русском языке я в школе объясняю так, отойди от дыхания и будет отдых. Вот когда вы не вдыхаете, не выдыхаете без напряжения, это есть отдых-пауза. И потом опять пошли на вдох, выдох чуть длиннее, чем вдох и опять в паузу. Это будет трехфазное. Но вот здесь на двухфазном вы живот поджимаете хорошо примерно на две трети. А здесь у вас живот сам останавливается в спокойном среднем, скажем так, положении. Через два-три занятия все это будет хорошо получаться. Это краткое описание, потом, когда будете дома заниматься, получите домашнее задание, к этому слайду вернетесь. Вот то, что мы делаем медленный вдох и длинный выдох, это физиология регуляции дыхания называется диафрагмально-релаксационный тип дыхания. Но вот этот длинный выдох, либо выдох с легкой паузой как раз дает эффект релаксации не только эмоциональной, но и физической. Напряжение мышц скелетных, мышц в том числе позвоночного, столба снимается, уменьшается. Для того, чтобы определить какой-то параметр своего дыхательного цикла, вот смотрите, есть такой коэффициент в соотношении времени вдоха к времени цикла. Коэффициент полезного цикла, так его называют. Будете считать для себя, потом для пациентов. Ну конечно, когда приходит человек, у которого дыхание 18 минут, там никакого цикла не полезного, ничего не посчитаешь, потому что он все время как кролик дышит. А потом уже что-то удается считать. Но помните, что чем длиннее дыхательный цикл, тем реже дыхание. Значит дыхание экономнее, значит ваши дыхательные мышцы меньше тратят энергии, значит вам нужно меньше еды, поэтому в практике регуляции дыхания, постепенно улучшение обмена веществ и снижение потребностей пищи отмечают практически все, и худые и толстые. Но толстые особенно рады, потому что не нужно себя заставлять голодать и не нужно думать о диете. Захотелось что-то, пожевал и пошел. Организм включает свой резерв и то, что в клетках накопилось, помните, мы там смотрели цикл крепства, благодаря накоплению углекислого газа активность цикла крепства биохимических реакций увеличивает и он переваривает то, что раньше просто лежало мертвым грузом и мешало жить. Лучше будет, если во время тренировки дыхания будете использовать наш таймер, там можно установить вдох-выдох и на свет смотришь, загорелся один огонек, вдох-загонился, другой выдох считать, ничего не надо. Положение удобное, так чтобы у вас диафрагма была свободна для дыхания, грудная клетка развернута. И известный многим меридиан Думай из китайской медицины, он требует внимания для того, чтобы хорошо цикулировать энергию, пожалуйста, кончик языка на альвеолах, это древний способ китайский цигун. Тут описание потом, когда будете работать, даже без китайской династики цигун, даже вот в этом режиме без аппаратного дыхания двух-трехфазного держите язык, кончик на альвеолах, как говорят русские, держите язык за зубами. Но, обращаю ваше внимание, что любые сеансы дыхания, в том числе вот ту методику, которую я вам даю, которую сам когда-то еще, о-о-о, в Москве работал в 2002 году, начал пробовать и получалось, сочетать можно с ароматерапией, с музыкой эффект будет больше. Почему с ароматерапией эффект будет больше? Потому что, помните, мы говорили о том, что есть лимбическая система, это группа нервных центров, которые влияют на все внутренние процессы, и эта группа центров связана с корой мозга и с дыхательным центром. Любой запах вот здесь идет на обонятельные рецепторы, отсюда на луковицу и сразу в лимбическую систему. Время обонятельной реакции от момента попадания молекулы на рецепторе с листья носа до воздействия на лимбическую систему меньше секунды, четыре десятых, семь десятых секунды. И дыхание как было, так и все это до сих пор, наверное, одним из способов очень быстро восприятия информации о том, что вокруг нас творится. Есть понятие запахов, памяти на запахи, это уже тема отдельных встреч, отдельных лекций. Что происходит, как понять, вот она с вами, картинка поможет вам пациентам, вот попал сюда какой-то аромат, вот нервные рецепторы, которые выступают в просвет носовых ходов, верхний и средний отдел, верхний и средний носовые ходы, верхний отдел, и отсюда вот она в лимбическую систему, отсюда в кору. Поэтому мы знаем, что у нас есть запахи приятные и неприятные. Есть пословица на вкус и цвет товарища, нет, я добавляю на вкус и запах товарища, нет, потому что кому-то нравится лаванда, кому-то нравится мята, кому-то вообще чеснок. И не случайно сейчас разрабатывается, но так уже формируется такое направление в аромологии, в ароматерапии, как аромадиагностика. Исходя по тому, какие запахи человеку нравятся, либо не нравятся, уже можно определять определенный, как бы так, эмоциональный статус, что у человека какие проблемы накопились, либо какие он уже решает. У меняется, особенно интересно наблюдать и вы знаете, как меняется восприятие запахов у беременных женщин. Это первое, и у женщин разные фазы менструальных циклов, восприятие запахов и превращения тоже меняются. Это описано. Для работы вот вам таблица с описанием общих эффектов основных. Я брал эфирные масла, которые действительно можно найти практически в любой аптеке любого города и они стоят не так уж дорого. это для общей информации, если будете с пациентами какие-то процессы общий раз обсуждать, либо какие-то лекции, семинары проводить. Вот вам нервная система, иммунная система, противовоспалительная, ну, например, на фоне бронхита обострения, либо после пневмонии. Это особое воздействие на легкие, прежде всего, на глубокие отделы там, где идет газообмен, респираторная зона альвеолы, сердце сосудов, ну, эротика – это тоже классика из ароматерапии. Вот, поскольку очень часто говорят вслепую, что нужно укреплять иммунитет, вот чтобы вам все-таки более как-то уверенно и с большей ответственностью давать какие-то рекомендации и пользоваться самим, это вам расклад по тем факторам иммунной системы, которые имеются и по тем ослам, которые можно найти. Это на основе научных исследований. Я не люблю в ароматерапии читать бабушкины сказки, потому что в интернете многие авторы друг у друга переписывают, и потом не поймешь, где, чего, откуда. Но обращаю ваше внимание, что многие, особенно пациенты с аллергическими процессами дыхательных путей, панически боятся эфирных масел. Вот два момента, видите, антиаллергическое – это эффект эфирных масел, который указывается во многих серьезных научных статьях по ароматерапии и лечению заболеваний, в том случае аллергического характера. Улучшение сурфактантной активности легких. Помните, я там говорил про сурфактант, вот эта пленочка, которая закрывает альвеола, от нее зависит качество жизни легочной ткани и нас с вами в том числе. Вот эфирные масла, которые помогают улучшать функцию сурфактанта. Ну, прежде всего базилик и лаванда – две наиболее доступных позиции. Это важно для курильщиков, которым надо возвращаться в группу здоровых людей. Это важно пожилым людям. Вы уже сами видели, что уменьшается функция дыхания, снижается активность легочной ткани. Это нужно тем, кто, например, ну, люди работают на духовых инструментах, люди работают во вредных цехах. Ну, и даже в сезонные периоды, когда вот влажный климат, например, тоже вот, я помню, Крым, либо Петербург, либо Дальний Восток – это все люди пишут. Там поддержка легких не помешает. Легочные макрофаги – очень важный момент для реабилитации многих пациентов, особенно онкологических. Симуляция лейкопеза. Многие после химиотерапии страдают мало лейкоцитов. Пожалуйста, вот эфирные масла работают. Это все описано после исследований. Это не предположение гипотезы, это результаты научных исследований в лаборатории. Влияние на иммуноглобулины. Вот этот вредный иммуноглобулин Е – это тот, который чаще связан с аллергией. Вот видите, здесь возможно влиять на его содержание в сторонном мишине, значит, лучше будет защита от аллергии. Поскольку все вы практически работаете с видопульсами, интересуетесь аюрведой, то, что удалось подобрать, опять же с научными какими-то ссылками на воздействие эфирных масел на доши. Но, поскольку не всегда все можно сразу угадать, я выбрал те эфирные масла, которые описываются как универсальные регуляторы доши. Ну и наиболее, наверное, доступны для нас с вами, для всех, фенхельни. Это вообще чудесное растение по аюрведе, вы знаете. Бессмертник тоже можно найти, дягиль тоже можно найти. Они все в руководствах различных по аюрведе описываются как эфирные масла, балансирующие пропорции доши, независимо от исходного баланса, либо от дисбаланса, как регуляторы. Просто у нас там у одного из слушателей был вопрос, какие масла могут влиять на меридиан желудка, но как эфирные масла влиять на меридиан желудка, я пока таких ссылок, кстати, я не нашел за время подготовки к вебинару. Но если мы будем использовать эфирные масла, которые балансируют, гармонизируют доши, то естественно, что и какой-то дисбаланс с меридианом можно либо восстановить, либо улучшить. Наиболее важные для нас с вами вообще и сейчас в том числе эфирные масла, которые работают на уровне нервной системы прежде всего. Ну вот лаванда там у нас лапа иммунитета, помните, вот она, пожалуйста, красавица. Вообще специалисты по ромотерапии считают лаванду самым лучшим эфирным маслом. Поэтому вот у вас антистрессовое действие она дает, а красный выдел адаптационное, разные переходы по времени, по сезонам года, гемодинамика головного мозга. И он, как пишут, что в Японии, даже используют романтические композиции, добавляющие белых хворотничков, это мы с вами офисные сотрудники от депрессии. А также еще он и машинистские, и водители тяжелых грузовиков. То есть настолько гармонизирующие действия эфирного масла лаванды на нервную систему, что при разных видах работы социальный статус эффект в любом случае положительный. Вот второе тоже масло, которое я часто люблю и назначаю, эфирное масло мяты. Почему? Потому что психофизиологическая и эмоциональная разгрузка, вегетативная нервная система, помните, симпатическая, парасимпатическая, поэтому если у вас проблемы с вегетативной нервной системой, вы даете регуляцию дыхания плюс ароматерапию с мятой и за пару недель можете про эти проблемы практически забыть. Адаптационные реакции. Еще мой любимый розмарин, потому что он повышает мозговое кровообращение, улучшает память, но не рекомендуется к гипертоникам. И розмарин относится к категории легочных антисептиков, поэтому если что-то с легкими плохо, тем более долго лечитесь и не вылечитесь, пожалуйста. Грейпфрут очень тонкий и мягкий аромат, который повышает выделение нейропептидов, участвующих в переносе нейроимпульсов. То есть вот здесь именно на внутримозговые процессы работы нейронов и нервных центров. Заболевания легких являются одними из наиболее массовых в России, тем более, поэтому вторая группа легкие. Здесь опять же лаванга, вот сурфальтант, о котором мы говорили, а значит легкие хорошо будут работать. Отхаркивающий эффект хороший, противовоспалительный эффект хороший и мята сюда же входит. Причем, видите, мята восстанавливает функцию мерцательной эпителии. Это телесечки, которые очищают верхние дыхательные пути, что очень важно. Снимает гистаминовый спазм, это значит была проверка на возможность противодействия аллергическим реакциям. И показания, естественно, опять же, обонхолёвочные включают оберкулез. Группа еще очень важная из легких, это шалфей, тоже сурфальтантный, компоненты улучшают. Хороший антибактериальный эффект, отхаркивающий, и анис. Ну анис, это классика работы с больными легкими, но что очень важно, если дыхание ослабано либо разрегулировано, возбуждает дыхательный центр. Поэтому его лучше использовать где-нибудь до 16-18 часов, чтобы на ночь дыхание не возбуждалось. Варианты могут быть разные, но если ароматерапия, то лучший вариант, когда мы используем возможность поступления эфирных масел в полость носа, в носовые ходы. Исходный вариант, это вот такой ингалятор в аптеках подается, ингалятор эфирных масел, долфин от рвы и гриппа. Здесь вкладыши, здесь вставочки в нос. Направляешь и проводишь ингаляцию через нос. Но это есть и ОРВИ. Если нам нужно проводить ароматерапию, я уже давно это всем говорю, вы можете этот ингалятор взять, разобрать, дно снимается, вкладыши стандартно убираете, делаете ватный тампочек, накапали любые эфирные масла, которые вам нужны и проводите ингаляцию через нос. Но если вы занимаетесь дыханием на тренажере филова, то сначала тренировка, а потом ингаляция. Если проводите безаппаратное дыхание, то можно проводить аромоингаляцию и регуляцию дыхания одновременно. Вот будете, например, делать двухфазное дыхание, поэтому ингалятор поднесли к носу с лавандой и пошли 5 секунд вдох, 10 секунд выдох. На выдохе можно ингалятор убирать от носа, можно не убирать, это не принципиально. Эротика и эфирные масла – тема классическая. Все уже давно доказано о том, что есть определенный орган, называется вомеро-назальный, такой интересный. Название у него, вот он находится вот здесь, где-то в передней трети, скажем так. Минимальные размеры, но сверхчувствительные. Это пример того, что ароматы имеют информационное значение, мы знаем, как те же насекомые, самец, самки, там, у разных насекомых за нескольких километров находит. Расстояние там для двух-трех капель какого-то секрета, как бы фантастическое, но вот настолько чувствительно все это от природы настроено, если мы сами себя не отравляем, особенно курильщики. Проблемы с обонянием часто бывают у людей пожилого возраста, у людей, работающих на вредном производстве, у курильщиков после тяжелых гриппов можно улучшать обоняние, можно. Есть известная лампа синяя, называется рефлектор Минина. Вы ее устанавливаете так, чтобы свет попадал в полость носа, глаза закрываете и до 10-15 минут каждый день, можно 1,5-2 недели. Провели перерыв, снова сделали. Противопоказания – это тяжелые заболевания типа онкологических, это формальные противопоказания, воспалительные процессы нарушения кожи и слизистой в области носа и беременности почему-то. Установили, я вам так написал, как есть. Тренировка обоняния может быть. Либо физиотерапия – это горящие ванны с нарушающей температурой. Вот базилик – это эфирное масло, которое улучшает обоняние и, как говорит Эрвейда, базилик проясняет ум. Галяция с эфирными маслами от лаванды, прополис, можно делать в аппликации. И классическая технология, мы о ней в других презентациях говорили, что полное объемное промывание полости носа с долфином – это уже стандарт. Уже 10 лет эту тему мы развиваем. Работает хорошо на очищение, а где очищение, там восстановление. За счет хорошего набора микроэлементов идет восстановление слизистой оболочки носа. И еще одно исследование, которое мы проводили, я смотрел и сам пробовал, можно проводить промывание носа со слабым раствором мумио. Если мумио хорошее, оно работает очень хорошо. Еще авиацена в свое время, нет, не авиацена, даже раньше у него рекомендовали, например, закапывать мумио на масляном растворе в полость носа при носовых кровотечениях. Еще под применением мумио разнообразно и наружно для ран, переломов внутрь и для желудка и так далее, и так далее для носа тоже можно использовать при необходимости. Проблема нарушения метаболизма лишнего веса, она колоссальная. Россия тоже, к сожалению, жиреет, начиная с молодежи. Вот известный факт Алан Хирш, невролог из Чикаго. Вот запахи, которые он установил. Наиболее доступные запахи яблока, банана, мяты, лаванды, розы. Видите, опять наша любимая лаванда, феномасло пачули. Это запахи, которые тормозят аппетит. Поэтому можно перед тем, как поел, либо после тренировки дыхания, если есть проблемы с метаболизмом, проводить ароматерапию через нос с этими эфирными маслами. Их можно сочетать. Противопоказания к эфирным массам, это, конечно, аллергические реакции. Но смотрите, я специально нашел врачебное руководство, где пишется, что частички с массой менее 5000 дельтон не распознаются иммунной системой, значит, не вызывают реакции иммунной системы. А молекулы запахов имеют массу до 300 дельтон. Поэтому, в принципе, хорошее, качественное масло, оно не может быть причиной аллергической реакции. Но, тем не менее, есть ограничения в плане беременности, плепси детского возраста. Если уж есть какие-то опасения, либо первый раз пользуйтесь с эфирными маслами, то, конечно, какие-то пробы надо проводить. Ну вот, с учетом, опять же, аллергии, я повторил тут немножко расширенно, что наиболее ценной частью является азулен-хамазулен. Улучшает иммунную систему, оказывает антиологический эффект. И вот, свежий отзыв. У меня сложная пациентка во Владивостоке. Сама с тяжелой астмой ребенок, тоже 6-летний астматик. Разрешалась неплохо, но я вижу, что прогресс можно улучшить. Я дала рекомендации про ингаляцию эфирных масел с лавандой через нос, как вам говорил, через ингалятор вот этот носовой. Она мне написала, что я боюсь. Я ей прислал вот эти вот рекомендации, что вот эти, вот эти вот маленькие частицы, антиаллергические эффекты, и так далее, и так далее. Через два дня получаю вот и отзыв. Спасибо, разъяснение. Я все-таки дня два дышала лавандой. Чувствую себя хорошо. Ночью не просыпаюсь. Никаких признаков астмы нет. Я мнительный человек. Мне врач сказал, что все в травле в любом виде запрещены. У меня страх батареи. Вам я страх переборола. Теперь буду продолжать по схеме. Вот иногда приходится вот так вот терпеливо пациентов убеждать, что в этом есть смысл. Попробуйте. И чтобы не боялись, всегда проводят какие-то пробы, тесты. Очень важно, с учетом особенностей дыхательной системы, пакологии и значения эфирных масел, использовать вот такие важные моменты, как эфирные масла действуют не только на легкие, но и при каких состояниях нервной системы, как их лучше использовать. Мы уже не раз говорили, что есть вегетативная нервная система, где есть симпатический, парасимпатический отдел нервной системы. Это можно примерно уточнить в домашних условиях по определенному тесту. И вот эфирные масла, которые при активности симпатического отдела хорошо идут. Мята, лаванда, роза, укроп. Мята, лаванды везде есть. Или парасимпатическая. Розмарин, шалфей, пихта, эвкалипт. Если у вас есть опасения в плане реакции, пожалуйста, проба обонятельная подышать полминутки. И через какое-то время можно пройти пробу нанести эфирное масло на коже. Если реакции нет, пользуйтесь на здоровье. Если нет, ну попробуйте другое масло. А чтобы выбрать, какое все-таки масло с учетом нервной системы вам подходит, вот этот тест. Вегетативный индекс Кердо. Который определяется очень просто. Видите, единица минус АД, это нижняя диастолическая дробь на пульс умножить на 100. Определяет каждый дом. В принципе, это тест, который используется невропатологами. Здесь для ваших пациентов, у кого гипертония и кто более-менее интересуется эрвида и влияние эфирных масел при гипертонии с учетом ДОЖ влияния. Эту таблицу будете использовать для тех, кто сильно хочет использовать эфирные масла при ожирении, но с учетом совместимости, что можно смесь делать масел и не по нам их использовать. Это, опять же, регулирующий эффект эфирных масел на баланс ДОЖ с учетом тех сведений, которые есть в доступной литературе. С учетом тех масел, которые наиболее доступны. Вот это кратко основное, что можно было успеть за это небольшое время с учетом этой сложной, серьезной темы. Еще раз дома посмотрите, послушайте, почитайте. Все вопросы по всей нашей презентации лекции пишите, не сняйте, все что угодно. Спрашивайте, будем разбираться, потому что не все сразу схватишь. Домашнее задание получите, отпишитесь через неделю. Кто-то может начать домашнее задание выполнять сегодня, кто-то может. У каждого жизнь своя, у каждого своя ситуация. Неделю провели занятия, прислали отчет, получили следующие занятия. Но если вы найдете за это время дыхательный тренажер фоллова как наиболее эффективную и простую систему регуляции дыхания, это будет хорошо, потому что, честное слово, он все-таки совмещает очень много полезных эффектов, которые дополняют безаппаратные тренировки. Первая неделя тренировок будет у вас вторая, вторая простая, вторая немножко посложнее. Но все это в общем-то несложно, потому что все это нужно знать, уметь выполнять и передавать свои знания и опыт людям. Всего доброго, до свидания. Ждите домашнее задание. Я жду ваши вопросы и отчеты. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok